осведомлен о его внутреннем устройстве. Тем не менее, по отношению Лихана было понятно, что у него явно высокий статус. Если молодой мастер никогда не был в регионе Связующего Ветра, то почему бы нам не пойти вместе? Для членов Духовного Дворца это место что-то вроде места паломничества. Как минимум один раз, но каждый из нас должен посетить его, сказал Лихан. Регион Связующего Ветра. Место обитания одного из священных питомцев Духовного Дворца. Услышав это имя, сердце чуму взбудоражилось. Сейчас он для усовершенствования своих комбинаций духовных питомцев нуждается в сильном питомце с дистанционными атаками. Старый Лирани также говорил, что Связующий Дух Ветра то, что ему нужно. Самое главное, это питомец среднего класса статуса монарх, то есть, как только его уровень и ранг увеличится, он станет еще страшнее, чем призрачный король. Для посещения священных регионов необходимо звание семеранга и разрешение заместителя главы дворца, ответственного за регион Связующего Ветра. Насколько я помню, у тебя пока только шесть ранг. Посмотрела на чуму Тин Лань. Если у молодого мастера чу действительно лишь звание шесть ранга, то он и правда не может войти в этот регион, сказал Лихан. Ограничения в Духовном Дворце очень суровые. Даже со статусом чуму ему сложно получить особые отношения. По крайней мере он, как член молодого поколения, не может получить что-то лишнее. Он должен полагаться исключительно на себя, чтобы добыть то, что ему нужно. Как только я получу свою награду, я могу подняться до семеранга, просто подождите меня немного. Чуму очень хочет отправиться посмотреть на этот регион Связующего Ветра, поэтому сейчас он не готов отказаться от этого шанса. О, почти забыл. Молодой мастер чу только что завершил задание восемь ранга. Тогда идеально, мне тоже нужно подготовить лекарства. Если леди Тин Лань уже готова, то просто подожди нас у входа в священный регион, сказал Лихан. Награда восемь ранга? Красивые глаза Тин Лань уставили на чуму. Она явно не ожидала, что он уже начал в своих тренировках выполнять задание восемь ранга. Для Тин Лань не очень хороший в тренировках в дикой природе. Выполнить задание восемь ранга в одиночку невероятно сложно. Однако этот молодой человек перед ней уже способен на это. Он действительно особенный, чуму только кивнул и ничего не говоря повернулся, чтобы покинуть поле боя и отправиться к большому залу духовного дворца. Получить награду можно поручить Цзятзин. Чуму передал ей собранный яд, и девушка тут же поспешила помочь ему разобраться со всеми формальностями. В конце чуму нужно будет просто подтвердить, что золото передано на его имя, а после в любое время забрать его. Для звания семи ранга требуется закрыть сделок на общую сумму в 40 миллионов золотых и пожертвовать дворцу 20 миллионов золотых. Для чуму эта сумма была приемлемой. Молодой господин, на ваше имя лежит 70 миллионов золотых, кроме того, бонусом за выполнение задания было добавлено еще 50 миллионов. Мне взять от этой суммы 20 миллионов название семи ранга? Спросила Цзятзин. Чуму собрал 2000 порций яда в обоих регионах пустыни. 1000 порций требовалось для выполнения задания, а вторая тысяча была куплена дворцом Сюянчжэнь по 50 000 за одну порцию, поэтому в общей сложности чуму заработал 120 миллионов золотых. Отдав нужную часть на пожертвование, в распоряжении чуму остались колоссальные 100 миллионов. Да, возьми оттуда. Цзятзин, помоги мне отыскать духовные предметы чистого ледяного типа семь и восемь рангов. Предпочтительно те, которые хорошо подойдут для вида фей. Цена в районе 50 миллионов, сказал чуму. Духовные предметы ледяного типа, подходящие виду фей, Цзятзин запомнила. Кивнула Цзятзин. Через три месяца она наконец получила работу. Чуму собирает предметы ледяного типа не только для фей ледяного воздуха, но и для того, чтобы хоть немного остудить пламя, сжигающие его душу и разум. Ему приходится проводить множество ночей, терпя эту боль во время медитации. Чуму понимает, что, если не купит как можно больше таких предметов в ближайший месяц, его сознание может быть полностью сожжено. Еще одна особенность их использования заключается в том, что фея ледяного воздуха также получает хорошую пользу в развитии, поэтому чуму попросил предметы, подходящие феям. Фея ледяного воздуха до сих пор застряла на 9 уровней 7 ранга. Меньше всего пользы в пустыне получила именно она. В этот раз из-за того, что фее сложно прорваться через барьеры рангов, чуму решил купить духовный предмет стоимостью в 50 миллионов и помочь фее перейти на 8 ранг. За эти три месяца тренировок больше всего развились Моссе, Джанье и Призрачный король. Остальные духовные питомцы сделали шаг к 8 рангу, но не смогли преодолеть его, нуждаясь для этого в духовных предметах. П.П. Странно, что громового зверя не упомянули. По оценкам чуму, духовный предмет стоимостью 50 миллионов должен позволить его питомцу перейти сразу на 4 уровень 8 ранга. На самом деле, если бы он дал своим питомцам больше времени, они определенно смогли бы достичь 8 ранга своими силами. Непрерывные бои в регионе Хауша – это непростая показуха. Отложив задачу покупки духовных предметов в сторону после того, как чуму достиг звания 7 ранга, он не стал задерживаться, и отправился навстречу с Лиханом. Регион связующего ветра, какие духовные питомцы обитают в этих священных землях, и насколько будет заманчиво их захватить. Глава 497. Священная земля духовного дворца. Часть 2. В схватку вступают двое сирот – Каучжун и Сюитзылин. Благодаря большой удаче, они заполучили книгу «Тайны бессмертия», которая позволила им обрести невероятные боевые способности и дало шанс взобраться на самую вершину в этот век смут. Хатытыпестелрулатерубак 898. Священный регион связующего ветра. Чуму всегда было интересно, где расположены 7 священных регионов духовного дворца. Если в нем находится невероятное количество духовных питомцев, то священный регион должен быть особым местом, в котором будет полно разнообразных ресурсов и безграничные территории. Но разве такой регион может оставаться незамеченным другими? Но ответ сразу на все вопросы Чуму был найден в тот момент, когда он вошел в врата священного региона, потому что это оказался особый мир, физически никак не связанный с их миром. Находясь перед вратами священного региона Чуму был потрясен до глубины души. Он никогда бы не подумал, что 7 священных регионов, которые контролируют внутренние действия духовного дворца, окажутся полностью независимыми мирами. Они не лежат на землях города Тинься. Они просто не в этом мире, это таинственные регионы, которые словно святой алтарь защищает духовный дворец. В центре внутреннего дворца стоял чистый священный алтарь, словно созданный из серебра. Находясь у его подножия, Чуму не смог полностью окинуть его взглядом, настолько он оказался огромен. На его несчетных ступенях были выгравированы древние таинственные символы. Магические глифы рассказывали о длительной истории всех тех, кто шел через них. Это дворец священного региона дворца связующего ветра. На алтаре находится дверь, ведущая в регион связующего ветра. В духовном дворце есть семь таких алтарей, каждый из которых серьезно защищен. Никто не имеет права и шагу ступить к нему без разрешения. Понимающая, что Чуму никогда не был в таком месте, Тин Лань решила объяснить ему. Чуму поднял голову и посмотрел возвышающийся серебряный священный алтарь. По какой-то причине, когда Чуму увидел это сверхъестественное и прекрасное произведение искусства, ему показалось, что он уже видел его раньше. В голове парня всплыли старые мутные образы очень далеких воспоминаний, перемешанные с чувством, словно он не раз бывал в таком месте в своих снах. Шок парня смешался с другими, непонятными ему эмоциями. Я был здесь раньше. Это невозможно, но почему у меня такое чувство, почему? Раз за разом спрашивал у себя Чуму. Чучен, что-то не так? Спросила Тин Лань, когда заметила странное поведение Чуму. Мне кажется, что я был здесь раньше, сказал Чуму. Это невозможно. Ты только что получил звание Семеранга. Ни у кого, кто ниже, нет привилегии входа сюда, если только, сказала Тин Лань. Только у верховных дворца палаци супремес есть власть приглашать кого угодно, добавил Лихын. Как только были упомянуты верховные дворца, Чуму сразу же подумал о своей матери. Внезапно болезненные воспоминания нахлынули на его сознание. Раньше он постоянно пытался забыть об этом, но как только он вошел в священный регион, все сцены обрушились на разум парня. Это здесь. Это здесь. Это должно быть здесь. Чуму все вспомнил и понял, почему у него возникло чувство, что где-то видел это раньше. Ему стало ясно, откуда в его сердце это странное чувство, совершенно неподконтрольное ему. Молодой мастер Чу, стоящий рядом с ним Лихын странно посмотрел на взбудораженного Чуму. Почти все дрессировщики духовных питомцев, впервые оказавшиеся в священном регионе, не могут скрыть своего волнения, особенно члены молодого поколения, но Лихын ощутил в Чуму помимо возбуждения еще и очень сложные эмоции, которые превратили этого обычно сурового человека в неконтролирующего свои эмоции юнца. Чуму в этот момент перестал быть хозяином своим чувством. Столько лет он почти забыл об этих воспоминаниях, постепенно забывая даже о первом и втором духовных контракт, пылящихся занятыми и бесполезными в его душе. Но 10 лет спустя он снова предстал перед этой дорогой, вновь став свидетелем величия священного региона. Это было здесь. 10 лет назад он вошел сюда. Сильно охраняемый, агрессивный этот священный алтарь находится в центре огромного дворца, словно неприступная империя и снов. И 10 лет назад именно здесь он подписал свой первый духовный контракт. Наконец, Чуму помнил все. 10 лет назад он достиг четвертого уровня духовного ученика и вместе с Лю Бен Лань вошел в священный регион. Именно в этом сказочном месте Чуму повстречал того ангела, человекоподобного питомца. У нее идеальное тело, которое никто не сможет отвергнуть, прекрасное лицо, которое никогда не должно появляться в человеческом мире, но у нее также было гнусное сердце, которому не может быть веры. Она обманула его, не выполнив обещания, которые она дала ему до подписания духовного контракта. Она стала причиной всех тех лет жестокого унижения, почти уничтожив его надежды и ожидания к духовным питомцам. Даже сейчас она все еще занимает первую душу, первый призыв, из-за чего он никогда не мог призвать в ней питомца. Тело Чуму тряслось. Он слишком долго ждал этого дня. Наконец он вошел сюда, нашел место, где он заключил с молодой девушкой первый духовный контракт. Это значит, что он не так далек от того мига, когда найдет ее. Чучен, ты в порядке? Тихо спросила у Чуму Тин Лань. Чуму ничего не скрывал. В этот момент в его груди пылало пламя, ведь он уже нашел намек на то, где может быть молодая девушка с его духовными контрактами. До тех пор, пока он будет придерживаться этого пути, он обязательно отыщет ее здесь. И тогда-то он наконец освободит свою первую душу. Ты вроде сказала, что таких священных регионов семь. Есть ли священный регион, в котором полно цветов? Взволнованный Чуму схватил Тин Лань за плечи. Я, я не знаю, сказала испуганная и немного застенчивая Тин Лань, быстро попытавшаяся освободиться от рук Чуму. Молодой мастер Чу, сначала успокойся. Лихен быстро одернул Чуму. Увидев, как Тин Лань покраснела и рассердилась, Чуму понял, что он действительно слишком перевозбудился. Быстро глубоко вовдохнув, он снова взял свои эмоции под контроль. Лихен увидел, что Чуму успокоился, затем сказал. Есть семь священных алтарей. Из них самый величественный, зверей Ваньмо. На втором месте, цветка священного стебля. Я считаю, что покрытый цветами регион, о котором говорит мастер Чу, это регион священного стебля. Там живет множество духовных питомцев типа растения. Как раз один из них, наш священный питомец, цветок священного стебля. В то же время его трудно найти, а еще труднее поймать. Цветок священного стебля. Да, это цветок священного стебля. Сердце Чуму снова потеряло спокойствие. Место, куда Лю Бен Лань привела его, действительно регион священного стебля, то место, в котором прекрасная девушка появилась в центре цветка. Регион священного стебля. Это должен быть регион священного стебля. Чуму был уверен, что именно там он подписал свой первый духовный контракт. Тин Лань и Лихэну ставились друг на друга, не понимая, почему Чуму потерял самообладание. Наконец, Тин Лань напряженно сказала. Регион священного стебля требует, чтобы ты был, по крайней мере, со званием девять ранга, к тому же требуется выполнить множество дополнительных условий, поэтому как это возможно, чтобы ты уже бывал там? Молодой мастер Чу. Регион священного стебля. То место, куда даже я смог попасть лишь однажды. Не говоря уже о многочисленных ограничениях, там обитает множество могущественных духовных питомцев, вынуждающие держаться от этого места подальше множества могущественных питомцев. Сказал Чуму. Вы были там лишь раз? Остановился Чуму. Он считает Лихэна уже невероятно сильным. И если даже такой эксперт был там лишь раз? Лихэн горько усмехнулся и пояснил. Для тех, кто достиг звания девять ранга, есть лишь один шанс войти в какой-либо священный регион. После этого ему необходимо внести весомый вклад духовному дворцу, и только тогда войти в регион. В те времена я слишком высоко стремился, поэтому выбрал регион священного стебля. Я хотел найти цветок священного стебля, духовного питомца, заполучить которого стремится множество дрессировщиков по всему миру. Не смейтесь надо мной, но мне в самом деле не удалось пройти даже через внешнее кольцо региона священного стебля, прежде чем пришлось поспешно уйти оттуда с пустыми руками. Слова Лихэна ввергли Чуму и Тинлань в смятение. Даже такой эксперт, как Лихэн, не смог пройти внешнее кольцо региона священного стебля. Насколько же сильны там духовные питомцы? Сердце Чуму замерло. Для входа в этом место нужен титул девять ранга. Однако даже с седьмого до восьмого ранга ему предстоит долгий путь. Достижение девятого ранга превратится в еще одно невероятное путешествие. Чуму все еще не мог успокоиться. Стоя там, в его глубоком взгляде постоянно мелькали эмоции. Спустя некоторое время Чуму крепко сжал кулаки. Все было просто проблемой силы. Будь он достаточно силен и смог бы войти в регион священного стебля, чтобы отыскать побольше следов предавшей его и пропавшей молодой девушке. Теперь Чуму знает, что делать дальше. Молодой мастер Чу, есть что-то, из-за чего ты не можешь войти сюда? С сомнением спросил Лихэн, видя, что Чуму медленно успокаивается. Чуму отрицательно покачал головой и сказал, «Давайте войдем в священный регион». Тин Лань также странно посмотрела на Чуму, но так как ему нечего было сказать, ей осталось лишь направиться в священному алтарю. Почти каждые несколько шагов можно было встретить пару стражей духовного дворца. На самом деле повсюду вокруг этого места была усиленная охрана. Никто не мог войти без разрешения. Молодой мастер Чу, вы только что достигли звания седьмого ранга, так что у вас есть шанс войти в священную область. Однако, не переусердствуйте, ведь в этот раз вы идете в качестве последователя. Как только вы почувствуете, что вы достаточно сильны, вы можете прийти снова, и тогда у вас будет больше шансов захватить нового питомца. Лихэн напомнил Чуму. Чуму кивнул. В этот раз при посещении региона связующего ветра он рассчитывает лишь разведать обстановку. Ведь он не хочет принимать решение по поводу того, подходит ли ему связующий дух ветра, или нет, до того, как он узнает его способности и атрибуты. П.П. Дорогие читатели, очень извиняюсь по поводу связующего духа ветра. В прошлой главе Анлейт упорно писал о нем, как эфия. Я уже упоминал, что Анлейт гребет по полной. Не исключено, что там их двое, и оба нихрена не знают, что переводит другой. В прошлой главе я поправил имя. Также был изменен титул матери Чуму в Духовному дворце, теперь она Верховный дворца. Глава 498. Далекие воспоминания оставьте все ваши пространственные и захватывающие питомцы в кольца. На последней ступеньке священного алтаря их остановил человек, полностью облаченный в серебряные доспехи, и потребовал звучным голосом. Чуму с любопытством посмотрел на Лихэна. Священный алтарь строго защищается Духовным дворцом, поэтому у нас обычно запрещено убивать или захватывать духовных питомцев этих мест. Такие правила позволили сохранить развитие священного региона. Сейчас его можно считать довольно процветающим и стабильным, произнес Лихэн, передавая свои кольца. Чуму понял, что перед мощным дрессировщиком возле него все его личные вещи не смогут ускользнуть от обнаружения духовными исследованиями. Однако, если он передаст свое пространственное кольцо, у него будут проблемы. В нем находится яйцо затаившегося дракона, и только держа его у тела Чуму ощущает себя в безопасности. Молодой мастер Чу, святые стражи лишь охраняют твои кольца, ни один товар или духовный питомец из них не будет тронут, сказал Лихэн. Чуму некоторое время колебался, но в конце концов передал кольца. Выньте лекарство из своего пространственного кольца, и поместите его вот сюда, сказал страж после того, как троица отдала свои кольца. В его руки было три пространственных кольца, и они, вероятно, были специально подготовлены духовным дворцом для дрессировщиков, которые собираются войти в священный регион. Внутри них разрешается пронести лишь лекарства и целебные снадобья, и ничего иного. Кто из вас хочет поохотиться, спросил святой страж, это я, старший, вежливо ответила Тин Лань. Вы понимаете правила, снова спросил святой страж. Тин Лань кивнула головой и сказала, да, запечатайте мое духовное заклинание. Святой страж кивнул, и его карие глаза внезапно выпустили резкое сияние, которое превратилось в какую-то ментальную печать, которая вошла в разум Тин Лань. Вокруг нее тут же замерцал темно-синий свет, своей формой немного напоминающий оковы, медленно вошедшие в тело Тин Лань. Что это такое? Чуму с любопытством посмотрел на Лихана, поскольку и правда не понимал значения этой ментальной техники. Молодой мастер Чу – это печать духовного контракта. Она очень редко встречается среди дрессировщиков духовных питомцев, и использованная на человеке блокирует ему возможность использовать заклинание духовного контракта в течение определенного периода времени, таким образом она препятствует заключению с питомцем контракта. Любой духовный питомец внутри священного региона находится под защитой духовного дворца, вошедший в это место имеет право заключить контракт лишь с одним питомцем. Точнее, этого питомца помещают в кольцо захвата, которое выдается святыми стражами. Печать духовного контракта не позволяет дрессировщику захватывать питомца напрямую, внутри священного региона, объяснил Лихан. Тогда как же нам захватить духовного питомца? Спросил Чуму. С запретом на прямой контракт и без кольца захвата можно ли вообще вынести с собой молодого духовного питомца за пределы священного региона? Через некоторое время святая стража передаст Тин Лань особое кольцо захвата питомцев. Им можно воспользоваться, чтобы схватить нужного питомца, после чего, покинув регион, пройдя проверку и получив одобрение, питомец переходит в твои руки. Продолжил разъяснять Лихан. Правила духовного дворца четко говорят. Вошедший в священный регион дрессировщик может получить только одного питомца. Даже если ты хочешь, больше получить невозможно. Внезапно Чуму задумался. Любой член духовного дворца, входящий в священный регион, не имеет права заключать контракты. Однако, в прошлом, когда Лю Бен Лань привела его в один из регионов, никто не запечатывал его духовные контракты. Кроме того, ему удалось заключить его с той прекрасной девушкой. Это значит, что авторитет его матери, ее величество, настолько высок, что она единственный дрессировщик во всем духовном дворце, который может несмотря на правила заключать контракты в священном регионе. Это значит, что предавший его питомец девушка поняла это, поэтому выбрала его. Оказывается, это было не случайно. Возможно, она долго ждала подобного шанса. Чуму наконец понял, почему та девушка питомец выбрала его. Эмоции чуму снова всколыхнулись, но он быстро подавил их, потому что, даже если он все это понял, сейчас с этим ничего не поделаешь. Пока что самое важное, это повышение его силы. Вы понимаете правила? После того, как Святой Страж закончил запечатывать Тин Лань, его глаза упали на чуму или хана. Те в ответ кивнули и сразу же после этого Святой Страж использовал печать духовного контракта на них. Вы оба сопровождающие, и вам не дозволяется действовать, если нет опасности. Поняли? Строго предупредил Святой Страж. Не волнуйся, старший, кивнул Лихин. После завершения всех необходимых правилами действий перед входом в Священный Регион, Святой Страж повел их к вратам. Сама вершина Священного Алтаря представляет собой огромную древнюю каменную конструкцию. В самом центре нее расположена огромная дверь, которая выглядела так, словно висела в воздухе. Высотой она примерно метров пятьдесят, и стоящие под ней люди чувствуют себя крошечными. Внезапно раздался звон колокола, и стоящий перед дверью чуму ощутил неуверенное движение какой-то силы. У подножия алтаря вспыхнуло розово-фиолетовое сияние. Каждая ступень алтаря стала похожа на огромный сияющий тотем. Когда уже сама вершина Священного Алтаря начала мерцать, различные узоры на огромных камнях под ногами чуму принялись с блеском сиять, формируя громадную удивительную картину. Священный алтарь начал слегка дрожать, а затем сквозь двери начал пробиваться луч серебряного света. Наконец этот свет упал на чуму и остальных. Столкнувшись с этой сценой в глубине сердца чуму снова появилось таинственное чувство узнаваемости происходящего. Кроме того, это явно не было связано с предавшим его духовным питомцем. Что это такое? Откуда это странное чувство? Чуму смотрел на огромный тотем под ногами, и в его сердце начало распространяться новое чувство. Это было чувство печали. Это это. Небесный монумент. Наконец, чуму понял, почему ему так знакомо это. Это чувство было связано ощущениями возле небесного монумента. Таинственные тотемы, невероятные духовные питомцы, древняя память. Сейчас чуму больше не мог вспомнить то, что он видел тогда в образах возле монумента, но, когда он всякий раз бросал взгляд на каменные ступени тотемы, они словно касались какой-то части его души, резонансом вызывая печаль. Небесный монумент, таинственные тотемы, духовные питомцы из образов, священные алтари семидиаграмм. Какая связь между ними? Чум узнал, что он определенно что-то видел в рыдающем небесном монументе, но он не мог вспомнить, что. Если бы он смог вспомнить все, что видел, возможно, он мог бы получить некоторое понимание. Молодой мастер Чу, что на этот раз, слегка подтолкнул чуму Лихэн, прерывая его воспоминания. Чуму постепенно пришел в себя и посмотрел на огромный узор под ногами. Он понял, что, скорее всего, не сможет ничего вспомнить, поэтому покачал головой. Посмотрев на Лихэна и Тин Лань, он сказал, «Мне просто показалось, что эти узоры очень странные. Идем». Больше ничего не спросивший Лихэн повел их вперед. В тот момент, когда они вошли в врата, на их тела упал другой солнечный свет. Появилось комфортное чувство тепла, словно они только что прошли через огромные врата крепости и ступили на просторы земель снаружи. Священный регион связующего ветра оказался не настолько опасным местом, как изначально представлял себе чуму. Кроме того, находясь здесь, чуму не видел ничего, что походило бы на зону бури древней пустоши. Конца и края этого места также было не видать, или, другими словами, за исключением огромной двери позади них, это особое пространство ничем не отличается от нормального мира. Здесь тоже есть солнечный свет, земля и жизнь. «Тин Лань, ты уже нашла места обитания духа связующего ветра?» спросил Лихэн. «Им-им-им, это мой четвертый поход сюда. Я уже обнаружила местонахождение молодого духа связующего ветра и пока не слышала, чтобы кто-то его захватил», сказала Тин Лань. «Это было бы хорошо. Главным бойцом все равно будешь ты. Я могу лишь следить, чтобы твоя жизнь была вне опасности», сказал Лихэн. Тин Лань кивнула и неспешно зачитала заклинание, призывая духовного питомца. Она вызвала того, кого чуму уже видел до этого. Одного из питомцев семи диаграмм – зверя Ленинь. Зверь Ленинь – питомец статуса монарх и обладает внушительным величием. Его тело покрыто мерцающей в солнечном свете броней. Он могуч и величественен. Властные узоры на его шкуре демонстрировали дикость этого священного питомца. Чуму вспомнил, что в прошлый раз этот зверь Ленинь находился на очень высоком уровне и ранге. Теперь же он достиг 9 уровня 8 ранга. Следом за Тин Лань своего ездового питомца призвал Лихэн. Внутри священного региона он не стал опрометчиво летать по небу, поэтому выбор пал не на бессмертную птицу Мин 10 ранга, а на земном демоне одержимых снов. Земной демон одержимых снов 9 ранга. Чуму вспомнил, что уся Гуан Ханя также был земной демона одержимых снов и что тот был на 8 ранге. Для сравнения, земной демон одержимых снов Лихэна достиг 9 ранга, и если сила Ся Гуан Ханя была ограничена духовными питомцами Чуму, то для Лихэна он попросту не противник. Конечно, Чуму мог быть уверен, что Ся Гуан Хань не так прост. В то время в доме кочевых демонов он не мог призвать духовных питомцев выше 8 ранга, поэтому у него, скорее всего, еще были более сильные духовные питомцы. Ночь Чуму прочитал заклинания и призвал возле себя громового зверя. Величие громового зверя ночных грез было заметно намного слабее перед двумя другими духовными питомцами. Он псевдомонарх, тогда как зверь-линин монарх среднего класса, что свидетельствует об огромной разнице в силе между ними. Конечно, несколько месяцев назад даже все духовные питомцы Чуму были не противником зверю-линин. Однако, прямо сейчас Чуму уверен, что он сможет победить зверя-линин Тин Лань. Более того, как только он купит духовные предметы, его сила быстро вырастет. Когда придет время, Чжанье сможет сражаться со зверем-линин в течение некоторого времени. Глава 499. Зоны ветра в этот раз, молодой мастер Чу, можешь ознакомиться с окружающей средой, и в свой следующий раз ты уже не будешь невежий, сказал Лихэн, обратившись к Чуму. Чуму кивнул головой и огляделся. С небольшим любопытством он спросил, почему мне кажется, что это не то место, где могут обитать питомцы типа Ветер. Кроме того, почему я не чувствую следы силы ветра? Лихэн был ошеломлен вопросом Чуму. Через некоторое время он вдруг рассмеялся и объяснил, я почти забыл сказать тебе, что это место – зона региона ветров. Чуму не понял слов Лихэна. Если это место – зона региона ветра, почему здесь нет даже мизерной ауры этого типа? Молодой мастер Чу, сосредоточься на горизонте. Ты можешь ощутить там что-нибудь? С этими словами Лихэн указал на горизонт. Проследив взглядом в указанную сторону, Чуму увидел лишь синее небо. Я ничего не чувствую. Чуму отрицательно покачал головой, указывая, что он не увидел ничего необычного. Присмотрись. Используй вместе с этим духовные исследования, сказал Лихэн. Чуму использовал исследования, чтобы его взгляд смог охватить еще больше. В этот раз ему все же удалось едва-едва разглядеть тонкий слой марева перед голубым небом, который больше не казалось чистым и ясным. Чуму снова посмотрел на горизонт, и в этот раз Чуму почувствовал что-то странное, потому что он неожиданно для себя обнаружил, что его пространство искажается. Чуму медленно впал в удивленный ступор. Единственная причина, из-за которой обычно происходит подобное искажение, заключается в том, что потоки воздуха в том месте слишком интенсивны. Другими словами, на горизонте сейчас находится чрезвычайно интенсивная энергия ветра, которая не только искажает пространство горизонта, но и покрыла небо тонким слоем марева. Внезапно Чуму подумал о иной проблеме. Если на горизонте находится сильная зона ветра, то здесь он должен был сразу почувствовать движение воздуха. Точно так же, как когда он столкнулся со слоистыми небесами, Чуму явственно прочувствовал резкость распространяющейся во все стороны разрушительной бури. Однако здесь Чуму вообще не чувствует ветра. Чуму вспомнил, что в регионе настоящей зоны бури единственное место, где он не чувствовал его потоков, самый центр стихии. «Мы находимся в самом центре зоны ветра?» спросил Чуму. Лихин улыбнулся и кивнул головой. Когда он сам впервые вошел в это место, он также был ошеломлен этой ситуацией. Вполне возможно, что у каждого человека, впервые вступившего в священный регион связующего ветра, первой эмоцией было удивление и неверие в происходящее. Действительно, Чуму сейчас находится в центре священного региона связующего ветра. Тут он не чувствует ни единого потока воздуха, но в то же время само место выглядит как истинная утопия. Из-за огромных размеров региона ветра солнечный свет смог пробиться в его центр, в котором, по идее безжизненном, с течением времени выросла густая растительность. Он ничем не отличается от нормальных миров. Конечно, те, кто знает и понимает всю правду, осознают, что этот нормальный природный регион в действительности является одним из самых уникальных и непревзойденных регионов во всем мире. В сердце Чуму был так шокирован, что у него не нашлось слов, чтобы описать свои эмоции. Если, к примеру, весь этот священный регион связующего ветра является одним огромным ураганом, то это место, которому не видно ни конца ни края, является его центром. Если его сердце настолько обширно, то насколько велик сам регион ветра. Чуму был полностью шокирован. Благодаря растениям в центре в этом месте не будет недостатков в кислороде. Тем не менее, смотря на марево на краю горизонта, Чуму немного задыхался. Наш духовный дворец разделил этот регион на четыре зоны. Мы находимся в первой зоне ветра, она же центр региона ветра или зона безветрия. Тут проживают несколько питомцев растений с отличной жизненной силой, но по идее, тут больше никого нет. Независимо от того, куда мы направимся, мы постепенно приблизимся к зоне ветра. Сила ветра там относительно велика, но при достижении дрессировщиком определенного уровня становится для него не опасной. Внутри этой зоны обитают несколько духовных питомцев типа ветер. Если продолжить движение вглубь, то достигаешь зоны сильного ветра. С вашей нынешней силой там делать нечего. Но, если все же продолжить углубляться, то попадешь в зону разрушительного ветра. Экспертов духовного дворца, способных войти в зону разрушительного ветра, считанное число, сказал Лихин. Зоны безветрия, внутреннего, сильного и разрушительного ветров. Эти четыре зоны формируют священный регион связующего ветра. Логика оказалась не способна объяснить это уникальное сочетание ветра, потому что, насколько известно чуму, интенсивность силы ураганов должна увеличиваться по мере продвижения вглубь. И обычно начинается с зоны ветра, следом за которой идут зона сильного и разрушительного ветра, а в центре зона безветрия. А тут же все наоборот, и, судя по объяснениям Лихина, это, вероятно, ненормальный ураган. В соответствии с составом зон ветра, разве не должен весь регион священного ветра обладать семью такими зонами? За пределами зоны разрушения не должны находиться зона сильного ветра, затем зона простого ветра, а потом еще одно открытое пространство, аргументированно возразил чуму. Непрерывное движение вперед должно закончиться тем, что он покинет священный регион связующего ветра и станет свидетелем огромного места, которое превзошло даже слоистые небеса. Тин Лань и Лихин не могли не рассмеяться, когда услышали чуму. Красивые глаза Тин Лань посмотрели на чуму, и она с легкой улыбкой сказала, «Духовный дворец существует уже тысячу лет, и до сих пор никто не прошел через зону разрушительного ветра. Дело не в том, что мы не догадались этого сделать, просто для нас, людей эти четыре зоны – предели. Никто не знает ничего о мире за пределами тих четырех зон ветра. Длится ли она безгранично, или же просто не существует?» Чуму был уверен, что за пределами региона связующего ветра находится новый мир. Об этом свидетельствует бескрайний горизонт, а также солнечный свет, происхождение которого никому не известно. В зоне ветра видимость еще неплохая, но вот после того, как ты окажешься в зоне сильного ветра, твой обзор значительно сократится. Внутри зоны разрушительного ветра и вовсе ничего не видно. С древних времен и до сих пор различным ученым трудно даже просто объяснить, почему мы можем видеть голубое небо и солнечный свет в зоне безветрия. Как-то один ученый выразил мнение, что это очень похоже на мираж. Хотя эта гипотеза ближе всего к истине, но это никак не складывается с тем, что в зоне безветрия столько растительности и обитают питомцы типа растения. Лихен прекрасно понимал, что в сердце чуму есть еще много вопросов, поэтому он намеренно сказал это. «Ха-ха, давайте не будем обсуждать это. Нам нужно поторопиться и выдвигаться в зону ветра», сказала Тин Лань, «да, Тин Лань очень удачливо, если повстречала духа связывающего ветра в зоне ветра. Некоторым членам дворца очень трудно найти этого питомца даже в зоне сильного ветра», продолжил говорить Лихен. Чум узнал, что думать об этом на самом деле бессмысленно, поэтому подавил любопытство в своем сердце. Затем он и два эксперта начали постепенно продвигаться к зоне ветра. В самом начале чуму лишь с помощью зрения пытался понять величие региона связующего ветра, но начав по нему передвигаться он действительно осознал, насколько обширна его территория безветрия. По крайней мере, ни человеческий взгляд, ни воображение не смогут в полной мере представить весь регион связующего ветра. Сильный ветер болезненно ударил его по лицу. Более того, они ведь просто только что вошли в зону ветра. Если они продолжат идти наружу, сила ветра будет становиться еще более интенсивной. Я оставила нестираемую метку, пойду, поищу ее. Когда Тин Лань вошла в зону ветра, она намеренно собрала волосы в пучок, полностью открывая свое прекрасное лицо. После входа в зону ветра не осталось явных ориентиров, поэтому, если кто-то прошел тут по определенному пути в первый раз, для него очень легко отклониться от этого пути во второй. В конечном итоге человек просто потеряется туда, сказав, Тин Лань указал вперед. В этот раз Лихен просто поддерживал Тин Лань. В столкновении с духовными питомцами он обычно ничего не предпринимал, за исключением тех случаев, когда жизнь духовных питомцев Тин Лань подвергается угрозе. Чуму ехал на громовом звере и не отходил от Лихена. Его отношение отличалось от Лихена, поскольку каждый раз, когда они продвигались еще глубже в зону ветра, Чуму специально учитывал изменения в окружающем мире. Постепенно Чуму начал чувствовать несколько взглядов в тех местах, которые были настолько мутными, что в них было ничего не видно. И в этих взглядах чувствовалось враждебное намерение. Казалось, они нападут на него сразу же, как только он приблизится к ним. Боевая сила духовых питомцев типа Ветер тем сильнее, чем плотнее Аура Ветра. Скорее всего с духовными питомцами типа Ветер тут куда сложнее сражаться, чем с теми, что встречаются ближе к зоне безветрия. Чуму также обнаружил, что в ситуациях, когда ей это не нужно, Тин Лань настроена не провоцировать ни одного духовного питомца типа Ветер. Средняя сила питомцев типа Ветер здесь очень сильна. Продвигаясь вперед, Чуму не встретил ни одного питомца типа Ветер 8 ранга и ниже. Это всего лишь зона ветра, так разве это не говорит о том, что зона сильного ветра будет усеяна питомцами 10 ранга. Эти питомцы считаются самой низкой ступенькой в регионе связующего ветра. Поэтому, хоть это место открыто для членов дворца со званием 7 ранга, на самом деле немногие из них способны получить здесь одного из питомцев 7 диаграмм. Большинство из них захватывают других существ, сказал Лихин. Глава 500. Монарх ветра Тин Лань была здесь 4 раза, поэтому все ее метки были расставлены так, чтобы обходить места обитания сильной духовных питомцев типа Ветер. Благодаря этому они сохранили большую часть силы времени. Войдя в зону ветров легко можно потерять чувство времени. Чуму быстро перестал понимать, как долго он находится в этом месте. Он лишь видел по сияющим красивым глазам Тин Лань, что они, вероятно, находятся недалеко от места обитания нужного им духа связующего ветра. С продвижением вглубь пояса ветра его потоки становились все сильнее, что стало сильным препятствием для громового зверя, поэтому Лихин призвал уже своего духовного питомца типа Ветер, чтобы защитить чуму. Впереди котлован ветра, указав на комки земли произнесла Тин Лань. Потоки ветра в зонах нестабильны. Зачастую в некоторых местах естественным образом формируются очень сильные потоки ветра, что приводит к тому, что ландшафт местности становится очень странным. Котлован ветра, на который указала Тин Лань явно результат действия мощной энергии ветра. Одного взгляда на него было достаточно, что это почти десятый уровень. Чуму спрыгнул с громового зверя и встал перед огромным котлованом. Взглянув в темный пояс, он смог смутно разглядеть пару ясных глаз. Это дух священного ветра? Чуму указал на крошечный силуэт внутри ямы. Да, хорошо, что он все еще там, но перед захватом мне нужно проверить, не находится ли рядом питомец, занимающийся его поддержкой. Напомнила Тин Лань. Раньше чуму считал, что дух связующего ветра, вероятно, похож на ураганную фею и является волшебным существом. Но теперь, глядя на него издалека, он понял, что это скорее маленький и нежный духовный питомец, который может уместиться на плечах у человека. Такого духовного питомца вряд ли можно связать с имиджем силы монархов. Будь осторожна, предупредил Лихын. Тин Лань кивнула, после чего повела своего зверя линень в сторону духа. Как только девушка попала в котлован, она стала постоянно оглядываться вверх. В ветряном поясе огромное воздушное пространство. По пути чуму видел множество духовных питомцев типа ветер. У самой Тин Лань нет ни одного такого питомца, поэтому сражаясь в этом месте с существами, перемещение которых ничто не затрудняет, ей придется тяжело. Тин Лань немного дальше, и он тебя заметит. В сотне метров впереди, в небе, есть высокоуровневый дух связующего ветра 8 ранга, а также 4 ураганных феи 10 ранга. С помощью духовных исследований передал Лихын девушке. Как только Лихын сказал ей это, она заметила этих стражей духа связующего ветра. Значит бой неизбежен. Тин Лань медленно начала читать заклинания, призывая в бой своего духовного питомца. Чуму еле видел сквозь мутные потоки ветра, поэтому едва-едва смог различить, что девушка призвала всех 4 духовных питомцев, двое из которых были на 9 ранги с боевой силой низкоклассных монархов. Чуму едва ли может посоперничать с таким питомцем сейчас, при этом Тин Лань все еще эксперт второго класса. Чуму знал, что, если он не сможет превзойти Тин Лань в ближайшие полгода, у него не останется ни единого шанса завоевать награду второго класса. За это время ему необходимо найти способ увеличить ранг своих питомцев. Внимание Чуму по большей степени сосредоточилось на духе связующего ветра 8 ранга. Он плавал высоко в воздухе, его небольшое тело с легкостью перемещалось по ветру. Легко меняя направление и свое местоположение, как ему заблагорассудится. Скорость его движения оказалась невероятно быстрой. С его непредсказуемой траекторией полета прямо атака будет почти невозможно. Молодой мастер Чу, способности уклонения и скорость духа связующего ветра не слабее, чем у демонов монархов. Даже если он приблизится, его почти невозможно взять схватить другими питомцами, сказал Лихын. Поначалу Чуму со скепсисом относился к этому маленькому существу, но когда он обнаружил, как зверя-лининь 8 ранга этого монарха среднего класса избили как беспомощную игрушку, его мнение о духе связующего ветра изменилось. Битва зверя-лининь против духа начала приближаться к позиции Чуму. На них налетел сильный ветер. Даже за стеной ветра питомца Лиха на Чуму ощутил сильный напор. Схватить духа оказалось так же тяжело, как поймать ветер. Зверя-лининь 8 ранга почти не попадал по этому элементальному существу. С легким звоном от этого постоянно перемещающегося духовного питомца полетела еще одна мощная техника типа ветер. Он может применять техники ветра 8 ранга в движении. Если зверь-лининь не сможет остановить заклинание за 2 секунды, техника завершится. Продолжил объяснять Лихын. В самом деле, заметив, что дух связующего ветра собирается применить мощную технику ветра, он начал использовать свои разнообразные техники звериного типа, бросая их в духа. Тело духа окутал мутный ветер продвинутой стадии. Благодаря нему крошечное тело питомца медленно слилось с окружающими потоками бешеного ветра. С грохотом энергия звериного типа зверя-лининь взорвалась в небе, вызывая возмущение в потоках воздуха, словно само пространство в этом месте вот-вот взорвется. Тем не менее, в этом хаосе дух связующего ветра, похоже, не пострадал. Его тело медленно появилось, и заклинание, которое он зачитывал в течение двух секунд, было завершено. Что за техника? С недоумением смотрел чуму. Атака зверя-лининь явно приближалась к девять рангу. У чуму такую силу могут выдержать только белый кошмар, джанье и призрачный король. Дух связующего ветра явно был в центре взрыва, но эта атака не смогла нарушить даже его заклинание техники восемь ранга. Самой страшной чертой стихийных духовных питомцев является то, что, обладая достаточным запасом времени на зачитывание заклинания, их разрушительные способности становятся поистине ужасающими, поэтому в боях их необходимо постоянно контролировать. Этот дух просто проигнорировал атаку зверя-линини без остановки произнес заклинание. Если у духа связующего ветра есть такая особенность, то даже когда чуму поднимет всех своих питомцев на восемь ранг, его все равно изобьют техниками ветра. Это скрытый ветер, специальная техника духа связующего ветра. Благодаря своему особому распознаванию ветра, дух способен находить точки излома в потоках ветра. Обычно мы называем их местами скрытого ветра. Как только дух связующего ветра оказывается в таком месте, его тело сливается с воздушным потоком и становится бесплотным. Это абсолютная способность уклонения и, самое главное, в этом состоянии питомец может продолжать читать заклинание. Скрытый ветер духа длится две секунды, этого вполне достаточно для него, чтобы использовать технику восемь ранга. Это означает, что, как только дух связующего ветра найдет место скрытого ветра, противник неизбежно столкнется с атакой мощной техники ветра, подробно объяснил Лихын. Чуму впервые слышит об этой особой технике. У монархов среднего класса типа ветер определенно есть свои доминирующие особенности. Стоит понимать, что техника ветра восемь ранга может стать смертельной точкой для врага. Когда он отыщет место скрытого ветра, он сможет изменить ход боя. Сердце Чуму воспылало, и он внезапно заинтересовался в духе связующего ветра. Молодой мастер Чу должен быть осторожным. Несмотря на то, что дух использует технику восемь ранга, ее мощь, безусловно, достигнет девять ранга, напомнил Лихын. После того, как он сказал это, Лихын быстро приказал своему питомцу типа ветер защитить Чуму из себя, чтобы избежать ударной волны техники ветра. Почти в то же время дух призвал яростный торнадо, которым и атаковал зверя Ленин. Тот в свою очередь не стал ее дожидаться, кинувшись вглубь котлована. Сила девяти ранговой техники ветра снова проявилась перед Чуму. Но в этот раз парень глубоко задумался, ведь то, что он увидел в исполнении духа связующего ветра, намного мощнее комбинированной техники ураганных фей 10 ранга. Техники девятого ранга оказалось достаточной, чтобы изранить или убить любого его духовного питомца. В голове не укладывалось, как такое маленькое стихийное существо, которое может поместиться на плече, может вызывать такие разрушения всего за пару секунд. В тот момент, когда Чуму увидел торнадо девятого ранга, он окончательно понял, что дух связующего ветра не просто монарх среднего класса, а настоящее сокровище среди монархов среднего класса. В конце концов торнадо настиг зверя Ленин и тяжелым ударом был отправлен в небо, где подвергся разрушающему давлению потоков сильного ветра. Через дюжину секунд он, наконец, упал на землю, но его боевые доспехи оказались покрыты кровью. Хотя они оба монархи среднего класса, общая сила зверя Ленин немного ниже, чем у духа связующего ветра. Даже в нормальной ситуации зверь Ленин не сможет победить духа, не говоря уже об этом регионе связующего ветра. Если Тин Лань не сможет придумать хорошие альтернативы, то зверь Ленин проиграет, сказал Лихын. Она все еще может поменять питомцев. Тин Лань сможет справиться с этими стражами, сказал Чуму. Сказав это, Чуму снова посмотрел на молодого духа связующего ветра, скрывающегося вдалеке. Увидев продемонстрированную его старшим сородичем силу, Чуму не мог не поддаться легкому соблазну. Да, пока ничего не появится, кивнул Лихын. Сказав это, Лихын специально посмотрел в мутное небо. Приблизившись к этому котловану ветра Лихын смутно ощутил, что в небе что-то есть. Теперь же это чувство стало сильнее. В зоне ветра энергия ветра 9 ранга никогда не генерировалась естественным образом. Этот котлован ветра, несомненно, является следствием техники ветра 10 ранга. Это может быть, Лихын вдруг понял что-то, и его выражение мгновенно изменилось. Глава 501. На грани жизни и смерти в технике 10 ранга в ветровом поясе находится и огромная часть неба, и, на самом деле, большинство духовных питомцев типа ветер живет в нем. Поверхность земли является лишь небольшой частью всего ветрового пояса. Когда они вошли в него, Лихын постоянно следил за небом, потому что по-настоящему опасные духовные питомцы обитают на высоте. Но сейчас Лихын внезапно для себя обнаружил пару глаз, появившихся в небе над котлованом. И за этими глазами можно было различить очень массивный силуэт. Самый сильный ветер в ветровом поясе может достигнуть только силы 9 ранга. Этот котлован ветра, вызванный именно такой силой, скорее всего создан каким-то мощным существом ветра. Но оно до сих пор не покинуло это место. Находясь чуть выше, оно спокойно наблюдало за тремя дрессировщиками со стороны. Тин Лань, быстро уходи! Совершенно изменившийся Лихын крикнул находящийся посреди боя девушки. Та же в свою очередь не понимала, что происходит, поэтому лишь обернулась и посмотрела на Лихына. В этот момент она находилась в мертвой точке котлована ветра, то есть прямо под массивным духовным питомцем. В тот момент, когда это существо сорвется, девушка и ее питомцы без всяких сомнений будут убиты. Стоило голосу Лихына затихнуть, как весь котлован охватила странная вибрация. Внутри него в воздух взмыло несчетное количество пыли, поднимаясь вместе с медленно формирующимися воздушными завихрениями. Поначалу чуму было непонятно, в чем разница между этой техникой и обычными техниками ветра. Однако, когда он понял, что это явление охватило весь котлован, чуму осознал, насколько ужасающая техника типа ветер сейчас создается в нем. Быстро уходите отсюда! Крикнул Лихын. Сказав это, он прыгнул на бессмертную птицу Мин и взлетел на ней в небо, чтобы остановить таинственного и сильного питомца, прервав его технику. Если эта техника десятого ранга будет выпущена, чуму и Тин Ланю мрут на месте. Чуму в данный момент может с легкостью уйти, а вот четыре духовных питомца Тин Лань до сих пор скованы боем с питомцами в котловане. Изначально в бою против четырех ураганных фей 10 ранга и одного духа связующего ветра 8 ранга Тин Лань пришлось бы положиться на смену духовных питомцев, добиваясь победы сражением на истощение выносливости. Из-за мощных ограничительных способностей, присущих питомцам типа ветер, ее питомцы оказались в невыгодном положении. А сама девушка, похоже, была вогнана в ступор сильным духовным питомцем над ней, с сильно побледневшим лицом застыв на месте. Ах! В результате Тин Лань не смогла уклониться от одной из атак ураганной феи, и, когда пронесся злобный порыв ветра, ее нежно тело было отброшено прямиком в небо. Девушка явно не придавала особого значения тренировкам тела. Как только ее бросили в небо, она упала в обморок. В воздухе был сильный духовный питомец. Как только девушка поднимется на сотню метров вверх, она, безусловно, будет разорвана. Чуму, конечно, не мог просто стоять и смотреть, как она умирает, поэтому тут же кинулся на громовом звере прямо в котлован. Мосси. Прозвучавшее заклинание совпало с моментом, когда Чуму вбежал в котлован. Когда громовой зверь кинулся вперед, королевское пламя начало гореть вокруг него, быстро сформировав тело Мосси. Называясь Чучином он не мог вызвать свою лису, но в такой опасной ситуации это больше не волновало Чуму. В конце концов, только скорость и сила Мосси могут спасти Тинлань до того, как на них обрушится техника ветра 10 ранга. Мосси, займись ураганной феей. Ночь вверх. Сказал Чуму. Королевское пламя раздули порывы ветра. Серебряное тело невероятно быстро и ловко оказалось перед ураганной феей, нанося сильнейший удар фантомных королевским пламенным когтем по ее телу. Пять фантомных когтей оставили на ней след, но для феи это оказались сущие царапины. Ее защита невероятно сильна, и не Мосси 8 ранга 7 уровня ее пробивать. Мосси быстро поняла, что она не соперник этому питомцу 10 ранга, поэтому избрала иную тактику, постоянно кружа вокруг нее и надоедая своими атаками. Чуму всегда верил в способность Мосси. Как только он направил своего громового зверя в небо, энергия ветра достигла уровня мутного ветра. Такая энергия уже способна разорвать кожу. Оглянувшись, чуму нашел подхваченное ветром тело Тин Лань. На ней было множество кровавых ран. Девушку явно поразил мощный головокружительный ветер урагана, и если она в ближайшие мгновения не будет вытащена из него, то вполне вероятно, что в сознание она больше никогда не придет. Контроль ночи. Приказал чуму зверю. Ночи сдал длинный вой и тут же все вокруг поглотила кромешная тьма. Благодаря этому громовой зверь стал еще сильнее. Следующим шагом он снова использовал ночной танец, изящным прыжком войдя прямиком в неутихающий головокружительный мутный ветер. Как только они влетели в него чуму проворно схватил Тин Лань за руку, тяжело дернув на себя. Ночь, спускайся. Схватив девушку, чуму не посмел задерживаться в воздухе дольше необходимого, потому что с каждым мгновением он все четче осознавал, как крепнет создаваемая техника 10 ранга. Покинув головокружительный ветер чуму быстро вытащил и напоил лекарством девушку, а затем похлопал по щекам, пытаясь привести в чувство. Как только девушка оказалась за пределами мутного ветра, она собиралась очнуться. Когда она открыла свои прекрасные глаза, она увидела, что чуму едва успел коснуться ее щеки, и инстинктивно вжалась поглубже в его объятия. Быстро верни своих питомцев, быстро произнес парень, когда увидел, что она очнулась. Глянув вниз, девушка увидела, что оставшиеся без нее питомцы оказались в еще более худшей ситуации. Более не колеблись, девушка быстро зачитала заклинания и отозвала всех своих питомцев. Чуму также использовал это время, чтобы отозвать муси. Тем не менее, поскольку духовные питомцы оказались отозваны, все феи и дух одновременно посмотрели на чуму и громового зверя. Четыре десятых и один высококлассный питомец восемь ранга. Разве может чуму справиться с ними? Ночь уходи. Эффект контроля ночи по-прежнему действовал, поэтому, как только громовой зверь оказался на земле, его скорость мгновенно увеличилась. Достижение полуночной луны темной ночи быстро подняло его скорость до предела. Тинлань же оказалась не из тех, кого можно полностью вывести из боя одним лишь страхом, поэтому она быстро использовала на громовом звере мутный ветер. Во время бега зверю пришлось бы противостоять яростным порывам ветра, но, благодаря технике мутного ветра Тинлань, его скорость только возросла. Техника девушки не только увеличила сопротивление ветру, но и стала своего рода силой, которая помогла зверю бежать еще быстрее. Кусачие порывы ветра проносились мимо. Чуму уже чувствовал технику ветра 10 ранга с ее неизбежными разрушительными последствиями. И, наконец, техника могущественного существа полностью появилась. Как в котловане ветра, так и в его округе появилось множество спиральных воздушных потоков. Почти каждый из них был около 10 метров в ширину. Все вокруг стало выглядеть так, словно землю щедрой рукой усеяло бесчисленным ветряными колоннами. Чуму понимал, что стоит только коснуться одного из этих воздушных завихрения, как громового зверя сразу уже подкинет в небо. Использовав духовные исследования, парень принялся ощупывать ими распределение воздушных потоков, и направил громового зверя по оптимальному пути. Скорость громового зверя достигла своего предела. За секунду он пересекал более сотни метров расстояния. Но за преодоленную сотню метров пространства ему приходилось не менее десяти раз менять траекторию движения. Такое тонкое уклонение вызвало удивление даже у Тин Лань. Ветряные колонны оказались не такими простыми, как они изначально подумали. Их радиус влияния быстро увеличивался, в результате чего пространство для движения громового зверя становилось все меньше и меньше. Изначально между колоннами были примерно десятиметровые промежутки, но теперь они сократились вдвое, что сразу же усложнило передвижение для громового зверя на его скорости. Быстрее. Мы должны уйти до того, как колонны полностью перекроют путь. Крайне серьезно сказал громовому зверю Чуму. Неспособной что-либо сделать в данный момент Тин Лань осталось лишь закусив губу сосредоточить слегка испуганный взгляд на Чуму. Она прекрасно понимала, что, если бы он сразу ушел, то спокойно бы вышел из диапазона поражения техники 10 ранга. Но чтобы спасти ее он добровольно подверг себя опасности. В сердце ей было очень плохо из-за этого, но она не могла сделать ничего, кроме как молиться за то, чтобы все закончилось хорошо. Ветряные колонны непрерывно росли. Наконец, громовому зверю осталось не больше метра свободного для движения пространства. В этот момент он больше не мог работать на своей максимальной скорости. Ночь, только вперед. Наконец, Чуму увидел край всей этой техники 10 ранга, за которым находилась безопасная зона всего с парой ветряных колонн. Тем не менее, расширяющиеся колонны ветра, наконец, соединились, безмолвно перекрыв все выходы из этой техники. Понимая, что, как только путь будет перекрыт, его и Тин Лань разорвет в клочья, Чуму не смел и дальше скрывать свои возможности. В считанные мгновения отозвав ночь обратно, парень плотно прижал к себе Тин Лань, а затем его тело начало гореть белым дьявольским пламенем. В тот момент, когда все ветряные колонны соединились вместе, белое духовное пламя быстро превратило Чуму и Тин Лань в пепел. Глава 502. Неожиданное нападение. Противостояние силы воли на самом краю огромной техники ветра медленно разгорелось демоническое пламя бедно-белого цвета, которое из-за бешеных потоков воздуха сильно колебалось. Из-за этого складывалось впечатление, словно оно вот-вот будет погашено. Внутри пламени постепенно появлялись тела Чуму и Тин Лань. Чуму не смог вздохнуть. Когда сила ветра 10 ранга сдавила его горло, он чуть не задохнулся. К счастью, его тело оказалось более сильным, чем у обычных людей, иначе, когда он оказался заперт в технике, Чуму просто бы не смог использовать призрачное смещение, и погиб. Тин Лань замерла с закрытыми глазами. Когда они оказались в ловушке, она ощутила смертельную угрозу. Сейчас же она бессознательна, на одних лишь инстинктах держалась за Чуму, с ужасом ожидая, когда ее тело будет разорвано сильным ветром. Открой глаза, мы в безопасности, сказал Чуму, глядя на дрожащую от страха Тин Лан. Услышав голос Чуму, Тин Лань, наконец, медленно открыла глаза. Неожиданно в уголках ее глаз застыли слезы. Близость смерти – это страх, который трудно описать словами. Тин Лань не такая же, как Чуму, она не способна оставаться спокойной и хладнокровной перед лицом смерти. Она еле слышно ахнула, не сильно отличаясь в этот момент от простой испуганной девушки. Наконец, пелена исчезла из ее глаз, и она смогла понять, что они больше не в технике ветра, отчего ее ускорившееся сердцебиение стало постепенно утихать. Мы. Мы в порядке? Как как ты это сделал? С мокрыми от слез глазами спросила девушка, подняв лицо и посмотрев на Чуму. Чуму понимал, что она видела, как они не успели выбраться наружу. И в тот момент, когда Тин Лань посчитала, что сейчас умрет, отчего закрыла глаза, способность телепортироваться неожиданно вывела ее из техники 10 ранга. Помимо счастья из-за спасения, она в то же время поражена его таинственными способностями. Давай не будем говорить об этом. Лихен должен был убежать. Оставим это место. Чуму, естественно, не стал рассказывать о технике кошмара, изменив тему. Разум Тин Лань до сих пор пребывал в легком хаосе, поэтому она не стала и дальше настаивать на объяснениях. Как только Чуму изменил тему, она ослабила свою хватку на его руках. Техника 10 ранга совсем рядом, и никто не даст гарантию того, что ее разрушительная мощь не выплеснется наружу. Поэтому лучше всего держаться от нее как можно подальше. Чуму снова зачитал заклинание, призвав громового зверя. Ах, осторожно! Закричала Тин Лань. Она со страхом смотрела на духа связующего ветра 8 ранга высокого уровня, бросившегося за ними в погоню. После крика Тин Лань Чуму мгновенно ощутил мощную технику ветра, летящую ему в спину. Ни одна из техник Чуму не может полностью защитить от атаки ветром. Более того, продолжать вызов громового зверя также стало бесполезным занятием. Сейчас для своей защиты он может лишь призвать призрачного короля, но оставшегося времени недостаточно на завершение заклинания призыва. Крайне мощная техника 9 ранга быстро сокрушит его тело. Тин Лань поняла, что Чуму не сможет вовремя защититься и поспешно закрыл глаза, зачитывая свое заклинание. Черный мутный ветер начал вращаться под ногами Чуму и Тин Лань. Скорость вращения увеличивалась, прежде чем не превратилась в мутный ветрозащитный экран. Моя моя техника не сможет полностью защитить от ветра 9 ранга. Держись крепко, держи меня. Моя духовная броня 8 ранга сможет защитить нас. В этот момент Тин Лань отбросила все половые различия между ними, так как выход из этого затруднительного положения стал первостепенной задачей. Поэтому она взяла на себя инициативу и прижалась к Чуму. Духовная броня 8 ранга Чуму был ошеломлен, ведь он не ожидал, что у Тин Лань будет такой роскошный духовный предмет. Неудивительно, что после атаки ураганной феи 10 ранга она получила лишь легкую рану. Духовная броня 8 ранга не может полностью покрыть и защитить двух человек. Поэтому, когда Чуму крепко прижался к Тин Лань, она закрыла лишь его голову и шею. В его ушах стоял резкий свист ветра, Чуму чувствовал бесчисленные пары рук ветра, силой старавшихся поднять его вверх, а затем разорвать. Он чувствовал невыносимую боль, словно его кожу и плоть рвали на части. Наконец, Чуму и Тин Лань не удержались на земле, и жестким ударом были подброшены в воздух ветром 9 ранга. Чуму не смог удержать Тин Лань из-за ужасающей силы ветра. Почти сразу же их разделило, и начало в дикой болтанке, словно сорняки мотать по технике, а потом раскидало в неизвестных направлениях. По сравнению со всей безбрежной зоной ветра тело человека выглядело слишком маленьким. Техника ветра 9 ранга подбросила их на сотню метров вверх, прежде чем их подхватили потоки ветрового пояса. Тин Лань благодаря доспеху оказалась в порядке. Однако Чуму, облаченный в духовную броню всего 6 ранга, оказался слишком слабо защищен. Если бы его тело не было незаметно изменено способностями полу-дьявола, в тот момент, когда их Стин Лань разделила, его бы разорвало в клочья. Мощная техника ветра несла определенный эффект головокружения, и в губительном сильном ветре Чуму окончательно потерял сознание. Даже когда он упал на землю, парень так и не пришел в себя. Холодный, пронзающий ветер продолжал свистеть вокруг Чуму. На его теле появилось несколько рваных ран, от чего вид он имел немного убогий. Мутный ветер завывал, атакуя своими невидимыми серпами землю. На сухом грунте, посреди бескрайней зоны ветра, лежит неподвижная фигура. В нем не чувствовало ни единого признака жизни. Тем не менее, на этом бессознательном теле медленно горел демонический странный огонь белого цвета. Это дьявольское пламя было одиноким и особенным. Оно не было затронуто силой ветра и продолжало гореть на теле, что делало его ненормально странным. Ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву-ву, лин-лин-хау-хау. Неожиданно в пространстве духовных питомцев Чуму раздался многоголосый крик. В этот момент все духовные питомцы Чуму стали беспокоиться, потому что душа бессознательного Чуму была непреднамеренно превращена в полудьявола. Другими словами, полудьявол начал постепенно контролировать его тело и душу. После битвы в городе Ли, душа Чуму достигла предельной температуры. Без использования духовных предметов ледяного атрибута она стала бы настолько горячей, что чуму предпочел бы смерть. И вот опять, испытывая боль, он снова собирался преобразоваться, потому что контроль над его сознанием стал переходить в руки полу дьявола. Находясь в древней пустоши, чуму долгое время не использовал ледяные предметы и не подавлял дьявольское пламя на душе. Поэтому сейчас, будучи без сознания, он подарил кошмару прекрасную возможность завладеть его душой. Боль из-за дьявольского пламени и резкие крики духовных питомцев помогли чуму немного очнуться. Наконец, с усилием, чуму все же сумел открыть глаза. Сев, он пустым взглядом уставился на свои покрытые неподконтрольным ему белым огнем ладони. Он не знал, что в этот момент его глаза горели таким же пламенем, но по мере того, как его сознание просыпалось, он стал ощущать острую боль в сжигаемой высокотемпературным пламенем души. Ты снова собрался украсть мою душу? Не понимая, почему и как произошла столь быстро трансформация в полу дьявола, чуму ощутил, как в его слабое тело вторгаются чужие духовные исследования, старающиеся занять его разум и взять под контроль тело. Дьявольское пламя горело без всякого контроля с его стороны, и независимо от того, насколько силен был окружающий ветер, он никак не мог повлиять на него. Гордое и беспристрастное огненное тело белого кошмара тихо сидело в бескрайней зоне сильного ветра. Он был сильно сбит с толку, ему казалось, что он оказался на самом краю света. Бэнк, бэнк, бэнк. Тревожный звук резонировал в пространстве питомцев чуму. Он знал, что это была Мося, старающаяся вырваться из своего пространства. Каждое пространство независимо от остальных, а тем, кто сейчас пожирал его душу, является белый кошмар 8 ранга. Мося обрушила всю свою мощь на пространство, стараясь прорвать его и остановить амбициозные планы белого кошмара. Вот только до тех пор, пока сила Мося не превзойдет чуму, не достигнет того уровня, когда сможет нанести урон, она не сможет вырваться из пространства. Поэтому она не сможет остановить действия белого кошмара. Мося, не теряй сил. Со мной все будет в порядке. Чуму понимал, что Мося пытается спасти его, но в этом нет смысла. Если он хочет победить кошмара, чуму придется положиться на свои силы. Ву-ву-ву-ву-ву, слабо заскулив, Мося послушно успокоилась и больше не двигалась. Чуму глубоко вздохнул и позволил белому кошмару пожирать душу, одновременно подготавливая душу у его сердца. С самого начала и до конца чуму находился в смертельной борьбе с белым кошмаром. Он страдал от огня этого дьявола бесчисленные ночи, так почему он должен сейчас заботиться о том, что его душу в очередной раз пытаются захватить. Он хочет получить высшую награду второго класса. Он хочет вернуть свою честь, запятнанную дезертировавшим питомцем девушкой. Он хотел стать настоящим экспертом, гордо стоящим перед этими стариками. Он хочет взойти на трон, возвышающийся над миром духовных питомцев. Как этот коварный белый кошмар смеет останавливать непоколебимые шаги чуму. Пламя практически сожгло его глаза, но они все еще могли сиять непоколебимым светом. Он всегда был и будет упорным и неуступчивым, поэтому его никогда не победят. Температура пламени постоянно увеличивалась, но сила воли чуму становилась еще сильнее. Дьявольский огонь словно стал закаляющим его душу пламенем, медленно укрепляющим его. Укрепление души значит лишь одно, его духовные исследования растут, и чуму приближается к 5 уровню исследований духовного мастера. Глава 503. Неожиданное вмешательство после битвы при городе Личуму прошел крещение священной кровью нефритового источника, и его сила сделала шаг к 4 уровню исследований духовного мастера. Отправившись в путешествие из города Дун в город Тиньса, он смог перейти на него окончательно. Тем не менее, на этом эффект нефритового источника не закончился, он подтолкнул чуму к 5 исследованию. И вот сейчас угроза белого кошмара, наконец, дала ему необходимый толчок, и он стал духовным мастером 5го исследования. Увеличение духовных исследований означает, что его душа становится сильнее, что в свою очередь приведет к тому, что его разум будет преобладать. Постепенно душа взбунтовавшегося белого кошмара оказалась подавлена чуму. По мере того, как духовные силы чуму увеличивались, боль души постепенно становилась слабее. На самом деле это случилось не потому, что ее температура понизилась, а из-за того, что ее стойкость стала выше. Медленно, но верно, дьявольское пламя вернулось ему под контроль, а истощенное сознание чуму восстановилось. Его очень бледное лицо снова вернуло нормальный цвет. Тяжело дыша чуму вытер салбопот и усмехнулся. Его исследования перешли на новый уровень, что увеличит ментальную стойкость его духовных питомцев. Это значит, что демонические техники громового зверя ночных грез будут значительно усилены. Сейчас случился еще один прирост в его силе. Духовный мастер 5 исследования. Если смотреть с точки зрения чисто исследований, чуму, вероятно, будет сильнее, чем многие эксперты второго класса, потому что большинство из них находится на уровне духовного мастера. Не-е-е-е-е планы белого кошмара снова были разрушены чуму. Этот мерзкий кошмар как будто ощутил внушительное величие чуму, из-за которого ему оставалось лишь послушно встать на колени в пространстве духовных питомцев. Больше он не смел ничего предпринимать. Не вини себя в этом. Пожирать души других – это твой инстинкт. Устранив опасность от трансформации в полу дьявола, парень ощутил изменение настроения белого кошмара. Он не чувствовал к кошмару какой-либо ненависти, поэтому успокоил его нейтральным тоном. Не-е-е-белый кошмар слабым голосом отозвался и послушно остался на месте. Он действительно боялся чуму, особенно после того, как его сила увеличилась. Кошмар очень боялся того, что чуму будет сыт по горло его дикими выходками, и в один прекрасный день изгонит его. То, что этот неприятный кошмар не ожидал – это то, что чуму не только не нападет на него со всей жестокостью, но и будет успокаивать его, ссылая всю его вину и грехи на инстинкты. Это немного тронуло взрослеющее сердце белого кошмара. Чуму никогда не подвергал духовных питомцев дискриминации, даже белого кошмара. По его мнению, пожирание этого существа – это инстинкт, который он не может контролировать, а значит винить и наказывать его не имеет смысла. Более того, если бы не безнадежная угроза белого кошмара, сила чуму не смогла увеличиться так быстро. Поэтому чуму никогда не будет относиться к белому кошмару как к врагу, и всегда считал его своим духовным питомцем. Увеличение силы души дало его разуму восстановиться до довольно полного состояния. Понимая, что попал вглубь того места, в котором совершенно не понимал, куда следовать, чуму нахмурился. Взглянув так далеко, насколько позволял обзор, он не увидел ничего, кроме хаотичного ветра. На мгновение он не знал, куда идти. Когда я стал хорошим человеком, чуму изучил раны на своем теле и с горькой усмешкой спросил себя вслух. Если бы он не спас Тинлань, он бы не попал в такую опасную ситуацию. Чуму обнаружил, что его характер, похоже, постепенно претерпел изменения. Ночь. Прочитав заклинание, он призвал своего питомца. Прыгнув ему на спину, чуму первым повернулся в определенном направлении и использовал духовные силы, чтобы ощутить колебания энергии ветра. На данный момент он не имел понятия, куда идти, зато знал, что двигаясь в ту сторону, где ветер послабее, он попадет в зону безветрия. Но вскоре он нашел девушку, истерзанную ранами. Она без сознания свернулась на земле. Девушка явно находилась в этом состоянии довольно долго. Ее одежда превратилась в лохмотье, белая кожа в некоторых местах покрылась кровью. Ее длинные волосы развивал ветер. Тин Лань, направив в ее сторону ночь, чуму подскочил к бессознательной девушке, а затем, приобняв, дал ей лекарство 8 ранга. У ее ран появились первые признаки восстановления, но с остальным справиться будет сложнее. В конце концов, эффект техники ветра такого ранга невероятно силен, и от головокружения не спасет никакая внешняя защита. Поняв, что привести в чувство Тин Лань не удастся, чуму взял ее на руки и уложил на громового зверя. Затем они двинулись в сторону, где зона ветра становилась слабее. Пройдя некоторое время, чуму обнаружил, что это место было не так далеко от котлована ветра. Более того, когда он оглянулся, он даже смог увидеть его. Очевидно, что это из-за созданной техники ветра 10 ранга. Десятый ранг – это настоящая сила. Глядя на котлован, конца которому он не видел, сердце чуму сильно забилось. Он не знал, когда он сможет достичь этой сферы, в конце концов, у его духовных питомцев в настоящий момент нет даже техники, которая могла бы воссоздать мощь девятого ранга. Разница между девятым и десятым рангами огромна, она требует увеличения силы до невероятных уровней. Это место по-прежнему находится недалеко от мощных питомцев типа ветер, поэтому чуму не может оставаться здесь слишком долго. Он тут же приказал громовому зверю ускориться и быстро покинуть эту ужасающую зону ветра. Цинь внезапно еле уловимый звук достиг слуха чуму. Чуму вспомнил, что это был звук голоса духа связующего ветра. Только этот звук казался не таким ясным, как раньше. Сейчас он, казалось, умирал. Чуму быстро кое-что осознал. Стиснув зубы, он все же рискнул и воспользовался моментом отсутствия поблизости мощного духовного питомца, направившись в сторону звука. Действительно, продвинувшись влево, перед ним появилось маленькое и нежное существо. Его глаза оказались ясными и прозрачными, а под телом кружил особый поток воздуха. Дух связующего ветра оказался словно маленькое, возвращенное в естественной среде фея. Когда он молчал, то вызывал лишь чувство жалости и беззащитности. Более того, рядом с этим детенышем нашелся более зрелый дух. Это, несомненно, был высокоуровневый дух восемь ранга, ранее атаковавший чуму. На данный момент его тело было сильно изранено, что говорит о том, что мощная техника ветра не пощадила и его. Он умирал рядом с детенышем, лишившись всей своей боевой силы. Дух связующего ветра также ранен. Это значит, что существо, создавшее технику ветра 10-го ранга, это другой вид, не связанный с духами, с восхищением на лице произнес чуму, смотря на духов перед ним. Словно сама судьба распорядилась так, что, сбежав от беды, он должен столкнуться с счастливым случаем. Когда чуму смотрел на то, как дух сражается против зверя-лининь, он очень заинтересовался этим духовным питомцем. И вот сейчас он пребывает в великолепном состоянии, так как столкнулся с беззащитным детенышем этого вида. Поэтому в его сердце вспыхнули эмоции. Чуму торопливо схватил руку Тин Лани и взял у нее единственное кольцо для захвата питомцев. Приблизившись к беззащитному детенышу, он медленно произнес заклинание захвата. Чуму достиг нового уровня исследований, и его способность захвата стала сильнее. Этот раненый детеныш не имел ни единого шанса оказать сопротивление его захвату. Зачитывая заклинание, чуму вдруг услышал крик другого питомца. Ураганная фея, даже не оборачиваясь, чуму понял, что в нескольких сотнях метров от него находятся четыре ураганные феи, быстро летящие к нему. Они тоже получили явно серьезные раны, но эти стражи смело двигались к нему, ничуть не заботясь о личной безопасности. Их переполняла решимость не допустить того, чтобы этот человек забрал ребенка, которого они защищают. Чуму знал, что даже если ураганная фея 10 ранга ранена, ему будет сложно справиться даже с одной такой. Он постарался ускорить заклинание захвата. Цин-Цин, находящийся рядом с детенышем, взрослый дух издал несколько острых, переполненных злобой криков. Благодаря высокому интеллекту его разум очень зрел, поэтому он знает, что в тот момент, когда этот человек завершит заклинание, ребенок будет схвачен. Поэтому он начал неуклонно ползти к ребенку в попытке остановить действия человека. Хоть дух 8 ранга сейчас тяжело ранен и, будь такое желание, захватить его будет легко, шанс заключить с ним духовный контракт после крайне мал. Поскольку в его захвате нет смысла, поистине ценным становится детеныш духа связующего ветра. Когда ураганные феи были в 300 метров от него, чуму окончательно завершил заклинание захвата. Свет заклинания захвата замерцал между его руками, а затем превратился в звездный ореол, опускающийся на маленького духа связующего ветра. Увидев появление ореола захвата, в сердце чуму появилось легкое волнение, потому что лишь секунда отделяет его от получения этого питомца. Под ореолом захвата детеныша духа некуда было бежать. Однако в тот самый момент, когда чуму уже считал, что ореол захватит маленькое тело, перед детенышем внезапно появился взрослый дух. С резким криком он неожиданно использовал технику, которую чуму никогда до этого не видел, и насильно перенес ореол захвата на свое тело. Техника передачи ошеломленной чуму замер на месте, не ожидая того, что этот дух будет обладать способностью, которая может передать на него технику, изначально предназначающуюся другому духовному питомцу. Ореол захвата упал не тело питомца 8 ранга. Изначально дух считал, что его интеллекта должно хватить, чтобы защититься от техники захвата этого человека, поэтому для него стало полной неожиданностью то, что ментальные силы этого человека окажутся намного сильнее, чем его собственные. После многократных попыток воспротивиться этот дух, в конечном итоге, не смог избежать ореола захвата, и был насильно отправлен в пространство для духовных питомцев. Тут имеется в виду именно пространство, а не кольцо, что достаточно странно звучит. П.П. Рояль? Нет. Как чуму захватил питомца с запечатанными контрактами? И захватил ли он их? Непонятно. Следующую главу ждать надо, чтобы прояснить этот момент. Тут два варианта. Ошибка Анлейта, и поместил он его в кольцо, или же действительно захватил? Во втором случае у меня есть маленькая теория. Захват питомца происходит в два этапа. Создание заклинания захвата и заключение контракта. Второй этап обычно заменяется помещением питомцев в кольцо. И то и другое действие начинается с ореола захвата. Дух связующего ветра вмешался в заклинания и, возможно, его сопротивление в совокупности с повысившимся уровнем чуму сломали печати на контрактах, как итог дух стал питомцем чуму. Но это лишь домыслы, как оно на самом деле я не знаю. Глава 504. Выход за спиной чуму сердито кричали ураганные феи. Он четко почувствовал, как со спины приближается техника ветра. У него не было времени произносить заклинания души, поэтому он просто приказал ночи схватить детеныша духа и отнести его туда, где ветер послабее. Внутри хаотического ветрового пояса проворно скользнуло одно белое перо, плавно плывущее от конца мутной области к зоне безветрия. Все это время чуму постоянно чувствовал преследующих ураганных фей. Питомцы типа ветер отличаться от остальных тем, что могут оседлать ветер и тем самым увеличить свою скорость. Поэтому большинство видов этих питомцев очень выгодны. Также дух связующего ветра на 8 ранги он уже сравним в скорости с громовым зверем, в противном случае чуму не подвергся бы его атаке, когда убегал из техники 10 ранга. Наконец ветряной пояс стал заметно слабеть, чуму сразу понял, что приближается к зоне безветрия. И действительно, стоило ночи пробежать еще немного вперед, и они неожиданно выскочили на широкую поляну. Ее землю покрывала сочная зеленая трава, а свежий воздух пронизывали яркие лучи солнца. Чуму все это время придерживался верного направления. Оглянувшись и убедившись в своем местоположении, он двинулся ко входу в священный регион. Вскоре после того, как чуму покинул пояс ветра, четыре ураганные феи пронеслись по его следам. Однако, потеряв эффект ветрового пояса, их скорость стала намного медленнее. На таком расстоянии ураганные феи больше не могли представлять угрозу для чуму. Вскоре в поле зрения парня оказалась величественная и внушительная дверь священного региона. «Ночь, ты видишь каменную дверь? Как только мы окажемся там, мы будем в безопасности», — сказал чуму и указал на массивную каменную дверь. Ха-ай, громовой зверь протяжно взревел и немного ускорился. Его черное тело полностью исчезло под солнечным светом, и только белое хвостовое оперение указывало на то, что он бежит по этой грязной земле. Наконец, они достигли священных ворот. Чуму использовал свои исследования, чтобы пронзить ими массивную каменную дверь и передать священным стражам открыть ворота и выпустить его обратно в дворец связующего ветра. Сквозь появившуюся межствор щель снова пролился серебряный свет, окутавший чуму, мгновенно ослепляя его. Чуму подвергся нападению техники ветра 10 ранга, из-за чего его тело сильно ослабело. Ему также пришлось пройти через духовную борьбу с белым кошмаром. Если бы он не был мастером пять исследований, его тело, безусловно, к этому моменту было бы окончательно вымотано. Добираясь сюда, он полагался по большей части только на свою силу воли. Как только он, наконец, оказался в безопасности, чуму смог, наконец, медленно расслабить перенапряженные нервы. Но, как только он расслабился, его тело охватило невероятная усталость. Как только он увидел двух закованных в броню стражей, чуму закрыл глаза и дал сну окутать сознание. Ночь понимал, что стражи не причинят вред чуму. Когда тот уснул, питомец послушался указаниям священных стражей и отнес чуму и тин лань из региона Связующего Ветра вместо исцеления. Так вышло, что рядом с дворцом Связующего Ветра находится палата целителей. Очень быстро, специальные духовные лекари вместе со своими питомцами пришли исцелить чуму и тин лань. Внутри палаты целителей, как два молодых человека, спросил священный страж средних лет. У этого мужчины среднего возраста темная кожа, прекрасные черты лица, и он вызывал торжественное чувство. Он является лидером священных стражей региона Связующего Ветра. Согласно его положению, он был сродни главам дворцов, поэтому даже Лихен с званием девятого ранга должен почтительно назвать его старшим. Видимо, они были поражены техникой ветра 10 ранга. Ситуация с тин лань не так уж и плоха. Все благодаря духовной броне 8 ранга, которая защитила ее от смертельных ран. Она лишь пребывает в обмороке из-за головокружительной силы техники ветра, из-за чего ее духовная сила закончилась. После исцеления она должна быть в порядке, произнес старый духовный лекарь с седой бородой. Ее душа пострадала? Спросил страж. Нет, она, вероятно, отозвала всех питомцев до того, как их атаковали, сказал старый духовный лекарь. Хорошо. А как там ребенок священный? Страж посмотрел на молодого человека, лежащего на кровати рядом с белыми бинтами. Сила этого парня выше, чем у среднестатистического человека. Вероятнее всего, он был поражен той же техникой ветра, что и тин лань. Обычно, если ты не высокоуровневый духовный мастер и не имеешь доспеха в 7 ранга, ты наверняка умрешь после удара такой атаки, но этот молодой человек выжил. Посмотрев на чуму, произнес старый лекарь. Он с пастин лань и упал в обморок, когда добрался до входа в священный регион, сказал лидер стражи. Это невозможно. Даже если этот ребенок высокоуровневый мастер, приняв атаку ветра такого уровня лишь с жалкой духовной броней 6 ранга, он, по крайней мере, должен быть на грани смерти. В такой ситуации неудивительно была бы и кома, откуда у него сила и стойкость вынести тин лань из зоны ветра. Озадачино спросил старый лекарь. Я лично видел, как он упал в обморок, серьезно сказал лидер священных стражей. Помолчав некоторое время, старый лекарь принялся рассуждать. Этот ребенок, вероятнее всего, поглотил какое-то чудодейственное лекарство, которое сделало его тело намного сильнее, чем у других дрессировщиков. И если уж говорить об этом, то тот, кто смог спасти дрессировщика после того, как подвергся столь мощной атаке, действительно ненормальный. В это время на лице священного стража появилась странная улыбка, и он сказал. На этом не все, когда он вышел к нам, в его кольце захвата питомцев находился дух связующего ветра 8 ранга, а также раненый детеныш духа связующего ветра в пасти питомца. И все это с четырьмя ураганными феями 10 ранга, преследующими его по пятам. Старый лекарь тут же посмотрел на этого стража, и его маленькие глаза расширялись от удивления. Он же страдал от боли, и все равно не забыл поймать духа связующего ветра. Этот ребенок что, жить не хочет, не смог промолчать. Старый лекарь, громовой зверь не пострадал. Понятно, что его, должно быть, вызвали уже после атаки. В кольце захвата сидит дух связующего ветра высоких уровней 8 ранга, в то время как детеныш был в пасти громового зверя. Должно быть, парень случайно захватил первого питомца, а на детеныша не было времени. И страж, и лекари умные люди, поэтому оба могли с уверенностью сказать, что только после того, как этот ребенок был ранен, произошел захват питомцев. Как правило, никто после получения таких тяжелых ранений не будет думать о том, как захватить духовного питомца. Тем не менее, этот парень, будучи тяжелораненым, вернулся и захватил двух духов связующего ветра, противостоя ураганным феям 10 ранга в числе 4 штук. Хоть оба не знали, смеяться или плакать над ним, но все эти действия вызывают искреннее уважение к смелому поступку этого парня. Лидер Лихен вернулся, и тоже очень тяжело ранен. Передал лидеру стражей один из его подчиненных, стремительно вбежавший в палату исцеления. Тогда быстро приведите его ко мне. С чем же столкнулись эти трое, кто довел их до такого? Хорошо, что обошлось без несчастных случаев. С длинным вздохом произнес старый духовный лекарь. Через мгновение два священных стража внесли раненого Лихена. Он оставался в сознании, хоть и выглядел крайне изможденным, что говорит о тяжести пережитого им жестокого боя. Они вернулись. Он тут же увидел чуму и Тин Лань, и на его бледном лице отразилось ликование. Он очень долго сражался с мощным духовным питомцем, и после того, как он с большим трудом наконец сбежал, он начал искать. Но обыск всего в радиусе 10 километров от котлована ветра оказался безрезультатен. Ну, а потом его снова нашел тот духовный питомец, поэтому Лихену оставалось только бежать, и надеяться на стражей священного региона. Их души повреждены? Спросил слегка обеспокоенный Лихен. Для членов молодого поколения духовная рана будет смертельным ударом. Особенно в условиях близко битвы за царство, умри один из их духовных питомцев, и сила эксперта сильно упадет. Поэтому Лихен очень сильно волновался за них. Нет, и хватит вопросов, ложитесь и дайте цветку священного стебля исцелить вас, сказал старый лекарь. После того, как Лихен был успокоен, он также тайно вопрошал, как они вышли. Все-таки ситуация была чрезвычайно опасной. Тем не менее, Лихен очень устал. Вскоре после того, как он лег, он заснул. Он спросил об этом, когда исцелился. Джон Ун, сила Лихена совсем неплоха, так почему он сейчас в таком состоянии после того, как защитил двух членов молодого поколения в регионе Связующего Ветра? Спросил старый лекарь. Некоторое время назад два члена духовного дворца пропали в регионе Связующего Ветра, и до сих пор не вернулись. Кажется в нем появилось что-то, что стало наводить хаос. Я отправлю людей, чтобы разведать ситуацию. Сказал лидер стражей Джон Ун. Подождите, пока Лихен не проснется, потом расспросите его. До этого просто закройте Священный Регион. Не допустите того, чтобы пострадал еще кто-нибудь. Сказал старый лекарь. Эм, я уже отдал команду. Ответил Джон Ун. Кстати говоря, кто из старейшин обучает этого молодого человека? Его сила необычна. Кажется, в этот раз награда третьего класса будет наша. Хоть старый лекарь и назвал чуму ненормальным, но на самом деле он был очень доволен его силой, а также тайно задавался вопросом, почему он никогда не слышал об этом эксперте молодого поколения. Откуда этот молодой подросток? Вы излечите его, а мне надо заняться важными вопросами, которые требуют моего внимания. Как только кто-то из них проснется, отправьте кого-нибудь, чтобы уведомить меня, сказал лидер священных стражей Джон Ун. Глава 505. Шеничен. Внутренние территории духовного дворца. Глава дворца Ю. Человек, что продает духовные предметы для видов лис во всех великих регионах, как вы и приказали этому подчиненному, был найден. Этого молодого человека зовут Шеничен. Он очень талантливый и умный член торгового союза и является экспертом второго класса. Этот Шеничен, благодаря влиянию торгового союза, скупил огромное число духовных предметов вида лис, после чего раскидал их по разным регионам на продажу. Как только находился тот, кто желал приобрести предмет, он намеренно задерживал сделку. Такое произошло во всех основных регионах, но из-за того, что торги всегда были завершены, никаких сообщений с жалобами до сих пор не поступало. Рассказал член духовного дворца, преклонивший колено перед главой Ю. Вы нашли его? Спросил глава дворца Ю. Мы искали. Он действительно в последний раз появлялся в царстве Джан-ли, однако, был ли он в городе цветного неба, или нет, этот подчиненный не может сказать с полной уверенностью. Этот человек очень осторожен в своих передвижениях и всегда действует честно и искренне. Даже в событии с продажей предметов пока не найдено никаких очевидных недостатков. Сказал член духовного дворца. Глава дворца Ю нахмурился. Причина, по которой он хотел разобраться в проблеме с продажей предметов, кроется не только в чуму. На самом деле он стремился узнать кое-что более важное, кто приказал убить его сына, Юца. Когда глава Ю добрался до Городали, он уже мог с уверенностью сказать, что Ю взяли шпешка. За ним определенно должен стоять кто-то, желающий с помощью смерти Юца разжечь между духовным дворцом и сектой элементарий конфликт. Благодаря металлам духовного дворца он смог постепенно выйти на этого шеничина из торгового союза. Глава дворца Ю, в остальных фракциях есть множество людей, стремящихся любой ценой удовлетворить свои амбиции. Они прекрасно осознают, что их действия могут быть легко раскрыты нами, и как только это произойдет, легко уйти от нас они уже не смогут. Поэтому они обычно перекладывают всю реализацию на плечи членов молодого поколения. Таким образом они могут и достичь своих целей, и уйти незапятнанными. Если вдруг что-то раскроется, они могут сослаться на противостояние молодых поколений, в то время как сами избегут любых обвинений. Молодое поколение ни одна из больших фракций никогда не ограничивает в плане борьбы между собой, допуская интриги и убийства. Пока они придерживаются определенной стратегии, они останутся в безопасности. По мнению этого подчиненного, за этим Шенеченом должна находиться какая-то влиятельная личность, выдал член Духовного Дворца. Конечно, глава Дворца Ю понимал, что Шенечен не способен в одиночку решиться на действия, способные спровоцировать конфликт между двумя крупными фракциями. И даже если сейчас он не уверен в личности стоящего за всем человека, он может более или менее сузить круг лиц до немногих самых жадных и подлых. Однако сейчас у всех них очень высокий статус, без абсолютных доказательств он не может их обвинить. Несмотря на то, что Шенечен является главным подозреваемым, глава Дворца Ю не может использовать против него свои силы. В конце концов, он из молодого поколения. Это очень похоже на битву. Стоит главе Ю слишком рано замахнуться, и противник просто скроется, после чего нанесет ему поражение в следующем раунде. Как главе Дворца его нетерпение станет большим поражением. Поэтому сейчас он продолжает тайно отправлять людей для сбора информации. Как только он полностью поймет ситуацию, он сделает следующий шаг и, наконец, одолеет врага. Так как противник играет с помощью молодого поколения, главе Ю необходимо использовать то же самое. Поэтому лучший план на данный момент использовать эксперта молодого поколения, который будет соответствовать Шенечену. Глава Ю потер подбородок. С ним будет очень трудно справиться. Сейчас глава Ю может назвать множество талантливых молодых экспертов, что согласятся выступить от его имени, но найти того, кто сможет справиться с методами борьбы Шенечена довольно сложно. Куда ушел восьмой молодой господин? Спросил глава Ю. Восьмой молодой господин, я думаю, ушел в анонимные тренировки, и на данный момент недоступен. Ответил член Дворца. Как насчет Сайжень? Хотя она женщина, у нее острый ум и огромный талант. Глава Ю покачал головой. У нее нет четкости в целях. Может ученик Лихана, Личжан? В его возрасте он обладает превосходной силой и стратегическим мышлением. У него влияние Лихана. У него хватает качеств взять на себя эту работу. Глава Ю подумал немного дольше, прежде чем, наконец, покачал головой. Он кажется зрелым, но в конце концов все еще немного нетерпелив. Чуму пробыл в коме около трех дней. Когда он проснулся, его сознание пребывало в легком ошеломлении. Это должно быть из-за затяжного эффекта техники ветра 10 ранга. Когда он проснулся, Чуму заметил, что раны на его теле исцелены, а его духовные силы восстановлены на 70%. Молодой мастер, вы наконец проснулись. Цзятзин увидела, что Чуму поднялся и потянулся, и быстро подбежала, приветствуя его улыбкой. Эн, где мой питомец? Спросил Чуму. И в то же время белые перья громового зверя появились в тени деревянной панели. Быстро вслед за ними появилось черное гладкое тело, медленно подошедшее к постели Чуму. Чуму радостно потер шею громового зверя. Ночь мотнул головой в сторону, показав Чуму, что его пространственное кольцо находится рядом с ним. Чуму положил кольцо в руку и использовал свои исследования, чтобы проверить его. Небольшая печать, которую он наложил на него, осталась цела, что говорит о том, что кольцо никто не открывал и не подделывал. Молодой мастер, вы действительно галантны. Вы спасли леди Тин Лань. Она знает, что вы должны были проснуться сегодня, и уже несколько раз приходила к вам, вероятно, желая отблагодарить, сказал Ацзятзин с обожанием на лице. Чуму только кивнул и спросил. Ты нашла предметы ледяного типа, которые я поручил тебе отыскать. Да, если вам это нужно, я прямо сейчас могу купить их для вас. Вы все еще не использовали свои особые привилегии в этом месяце, сказал Ацзятзин. Хорошо, поторопись, Чуму все еще чувствовал высокую температуру пламени кошмара. Чтобы не допустить очередной попытки захвата кошмаром его души, он должен как можно быстрее поглотить предметы льда. Эффективность Ацзятзин была очень высокой. Вскоре она принесла ему расу фей льда 8 ранга. Раса фей льда была помещена в бутылочку для лекарств, способную изолировать и не допустить утечку любого типа энергии. С таким чрезвычайно холодным духовным предметом, не будь бутылка особенной, земля в радиусе нескольких километров покрылась бы льдом за очень короткий отрезок времени. Чуму приказал Ацзятзин охранять дверь, в то время как использовал духовные исследования, связавшись с душой феи ледяного воздуха. Таким образом, когда он примет расу, фея также получит пользу. Конечно, Чуму не мог просто напрямую выпить расу феи льда. Неважно, насколько мощно его тело, его в таком случае просто превратит в ледяную глыбу. Вместо этого он, с помощью духовных исследований, медленно извлек энергию льда этой росы, и осторожно объединил ее со своим телом и душой. Поначалу высокая температура его души с легкостью уничтожила всю поступившую энергию. Но по мере того, как Чуму вливал в себя все большее количество энергии, дьявольское пламя стало постепенно терять свою внушительную мощь. Во время этого процесса Чуму оставался очень осторожен. Слишком большое количество энергии льда может легко повредить его тело, а слишком малый не справится с пламенем. Через некоторое время Чуму наконец выдохнул. Через его нос и рот вышел холодный воздух. Как только дьявольское пламя было подавлено, Чуму почувствовал себя намного лучше. Пока его душа объята высокотемпературным огнем, он чувствовал себя так, словно его поразила болезнь. Он пребывал в унынии, и не мог достигнуть пика своих умственных способностей. Сейчас Чуму понимает, что в течение двух месяцев должен поглотить как можно больше этих драгоценных предметов типа лед. Только тогда он сможет продолжать жить своей нормальной жизнью. В настоящее время это всего лишь временная мера. Лин внезапно возбужденный голос феи ледяного воздуха раздался в ее пространстве. Чуму взволнована замер, ведь это явный признак того, что фея начала развитие. Пробыв на 9 уровней 7 ранга так долго, она наконец могла прорваться через границу рангов с помощью стимулирующего развития предмета типа лед. Ранее Чуму прикидывал, что, как только фея перейдет на 8 ранг, она сразу же достигнет 3 уровня. Но сейчас он был очень удивлен тем, что, помимо роста ранга и уровней, синий свет ее тела феи приобрел более насыщенный цвет, а ледяная аура вокруг нее стала сильнее. Продвинутый неистовый лед. После перехода на 8 ранг энергетический кристалл феи достиг продвинутой стадии развития неистового льда. Сейчас она находится в шаге от стеклянного льда. Изначально, когда Чуму только покинул западное царство, ему казалось, что стадия стеклянного льда находится невероятно далеко. Он упорно старался работать в этом направлении, и вот сейчас его фея ледяного воздуха находится в шаге от стеклянного льда. Еще одно усилие, и фея станет мощным духовным питомцем, контролирующим стеклянный лед. Защита промежуточной стадии 8 ранга очень хорошо. Улыбнулся Чуму. Как только ее неистовый лед развился, разрушающая сила ее техник достигла нового уровня. В следующий раз, когда Чуму повстречается с командиром 9 ранга, он определенно сможет справиться с ним. Лин Линфия ледяного воздуха была очень взволнована и хотела найти соперника, чтобы проверить свою новую силу. Не волнуйся, у тебя будет куча возможностей похвастаться. Просто отдохни сейчас и укрепи свои силы, сказал Чуму своей Нин. Та в свою очередь послушно легла спать. Сразу после развития питомец должен поспать. Все-таки этот процесс сопровождается изменениями во всем теле. Сон помогает организму питомца быстрее приспособиться и привыкнуть к изменениям. Молодой мастер уже проснулся, но он укрепляет своих духовных питомцев, поэтому его нельзя беспокоить. Раздался снаружи голос Цзятзин. Он только проснулся и уже укрепляет своих питомцев. Этот человек что, трудоголик? Прозвучал еще один женский голос. Да, это так, но укрепление не должно занять много времени, давайте просто подождем здесь. Раздался нежный голос. Очевидно, его обладательницей является Тин Лань. Глава 506. Просьба главы седьмого дворца Чуму не желал, чтобы его ждали, да и Фия уже закончила развитие. Открыв дверь, Цзятзин дождалась, пока в комнату не войдут Тин Лань и еще одна женщина в платье нейтрального дизайна. На лице Тин Лань была теплая улыбка, и с беспокойством в голосе она произнесла. Молодой мастер Чу должен отдохнуть еще несколько дней. Занимаясь развитием, вы только навредите себе. На что Чуму лишь кивнул и, подумав о духе связующего ветра, тут же спросил, что случилось с духами. Третья девушка, остановившаяся в стороне, взглянула на него и тихо пробормотала. Почему этот парень не понимает ситуации? Тин Лань тепло приветствует его, но первое, что он делает, это тут же переводит тему на духовных питомцев. Детеныша отняли священные стражи. Когда регион связующего ветра вновь откроют, его отпустят на волю, поэтому, тихо сказала Тин Лань. Вот как вышло. Чуму горько рассмеялся. Он уже задавался ранее вопросом, позволит ли духовный дворец с его строгими правилами захватить питомца вне пределов кольца захвата питомца. Что касается детеныша духа связующего ветра, принесенного ночью в пасте, они выпустят его обратно. Не было никакого обсуждения? Спросил Чуму. Все-таки он был на грани жизни и смерти, пытаясь захватить этого питомца, поэтому как можно так просто приказать отпустить его? Тин Лань покачала головой и объяснила. Правила должны быть соблюдены. Эй, я думала, что ты очаровательный красивый братец, а оказывается, что ты такой скучный. Тогда можете поболтать. Незнакомая девушка заскучала, и сказав это, даже не поздоровавшись вышла за дверь. Уходя, она не забыла забрать с собой служанку Чуму, Дзятзин, что было тактично с ее стороны. Сайжэнь ведет себя не по этикету. Она не хотела ничего плохого, пожалуйста, молодой мастер Чу, не вините ее в этом. Извиняющимся тоном произнесла Тин Лань, и виновато улыбнулась. Чуму, естественно, было плевать на эту девушку. Сейчас его заботила судьба детеныша духа связующего ветра, которого вскоре должны выпустить на волю. С духом восемь рангов кольца захвата мало шансов заключить контракт. С другой стороны, детеныш духа, который стоит не меньше сто миллионов, будет выпущен. От этого сердце Чуму мучительно стонало. Увидев недовольный вид Чуму, Тин Лань какое-то время не знала, что сказать. После минутного молчания Тин Лань слегка поджала ее вермиллеоновые губы, после чего сказала. Большое спасибо молодому мастеру Чу за все, что вы сделали. Если бы вы не рискнули своей жизнью ради моего спасения, Тин Лань не смогла бы вернуться назад живой. Кроме того, несмотря на свое ранение, молодой мастер Чу не забыл помочь Тин Лань заполучить духа связующего ветра в кольцо захвата. Хоть и произошел этот инцидент, Тин Лань все равно очень благодарна вам. Тин Лань очень хотела бы в качестве благодарности подарить вам детеныша духа, если бы его разрешили не отпускать. К сожалению, правила духовного дворца нельзя изменить и нарушить, и его нужно отпустить. Однако, несмотря ни на что, спасение жизни Тин Лань молодым мастером Чу будет навечно запечатлено в моей памяти. Через несколько дней Тин Лань принесет небольшой подарок, и я надеюсь, что молодой мастер Чу примет его. В конце концов, из-за меня вы оказались ранены, и если откажетесь принять его, сердце Тин Лань опечалится. По всей видимости, Тин Лань заранее готовила эти слова, и после того, как она закончила, Чуму не знал, что и ответить ей. Все потому, что эта красивая и нежная девушка, кажется, слегка ошибается на его счет. Ну, тогда Тин Лань перестанет тревожить молодого мастера Чу. Чувствуя, что парень немного устал, да и задерживаться здесь ей было неудобно, девушка медленно встала, поклонилась, а затем покинула комнату, закрыв за собой дверь. После того, как она ушла, Чуму смущенно покачал головой и пробормотал про себя. Если бы я знал, что поддержке нельзя захватывать питомцев, я бы не рисковал захватывать духа связующего ветра. Чуму и Лихен вошли в священный регион как поддержка Тин Лань. Только девушке было разрешено захватывать питомцев, и независимо от того, в чьи руки попало кольцо, духовный питомец в нем будет принадлежать Тин Лань. Чуму не знал об этом, а Тин Лань подумала, что, когда Чуму вошел в священный регион связующего ветра, ему прояснили этот вопрос. Поэтому, когда старый духовный лекарь сказал, что Чуму не только спас ее, но и рискнул захватить двух духов связующего ветра, первой реакцией Тин Лань было. Этот человек бескорыстно помог ей. Их обоих сильно ранили, но после того, как она узнала, что он не только спас ее, но и не забыл помочь ей захватить духа связующего ветра, это ее очень тронуло. Поэтому она множество раз порывалась посетить его, чтобы отблагодарить лично. Если бы Тин Лань знала, что Чуму изначально не думал о ней, неизвестно, какое бы впечатление он оставил у нее. Вскоре после того, как Тин Лань ушла, Чуму хотел отправиться в альянс охотников, чтобы сдать другое задание, но как только он вышел за дверь, он увидел окутанного аурой величия и превосходства человека. Это был глава седьмого дворца Ю. Молодой господин Чу действительно тот, кто не знает покоя, когда дворцовый лорд Ю увидел выходящего Чуму, на его серьезном лице появилась простая улыбка. Глава Ю видел, как Чуму преследует Дуань Синьхи, потом встретил его тяжелораненого после древней пустоши, и вот теперь опять он узнает, что он вернулся из священного региона тяжелораненым. Он понятия не имеет, как можно охарактеризовать этого молодого человека, которого трудно понять с помощью простой логики. К счастью, ее величество Лю Бин Лань пока не вернулось в духовный дворец, потому что, если Чуму собирается и дальше возвращаться в таком плачевном состоянии, как мать она будет очень волноваться. Чуму понял смысл слов дворца лорда Ю и измученно улыбнулся. Он уже стал нечувствителен к ходьбе по краю жизни и смерти, так что тяжелые травмы можно считать обычным для него делом. Молодой господин Чу оказывается из тех, кто заботится о других. Зная, как рисковала Тин Лань, стараясь получить питомца, вы решили забрать с собой обоих духов связующего ветра. Глава Ю не стала интересоваться состоянием ран Чуму, вместо этого с улыбкой завел разговор о другом. Кроме него никто не знает о статусе Чуму, поэтому все, кроме главы Ю, обращаются к Чуму молодой мастер. С другой стороны, глава Ю, наедине, называет его молодой господин, потому что знает о декрете духовного дворца и положении его матери. Чуму покраснел от стыда. Почему все так упорно стараются венчать его честью и славой? Спасение Тин Лань произошло лишь потому, что он был уверен в результате. Захват духа связующего ветра, если честно, произошел из-за того, что я хотел его себе. У меня нет питомца типа ветер, и после того, как я увидел боевую силу духа связующего ветра, я чувствовал, что он мне подходит. В то время я не понимал, что поддерживающие дрессировщики не могут захватить духовных питомцев, перед главой Ю Чуму не стал ничего скрывать. Глава Ю был ошеломлен, услышав это, но затем начал открыто смеяться. Он смеялся не только из-за факта недоразумения, но и потому, что Чуму неожиданно был откровенен с ним. Внезапно он почувствовал, что этот молодой господин Чу человеком высокого достоинства. Если бы это был кто-то другой, он бы не стал признавать, что это недопонимание, воспользовавшись этим для того, чтобы получить привязанность Тин Лань. Неважно, молодой господин Чу спас Тин Лань жизнь. В духовном дворце она очень близка к принцессе. Поэтому для вас в будущем это может оказаться хорошим подспорьем. В любом случае молодому господину Чу не стоит печалиться из-за того, что детеныша Духа Связующего Ветра выпустит. Пока Тин Лань готова отпустить его, у вас есть шанс получить его, сказал глава Ю. Правила духовного дворца должны строго соблюдаться. Исключения из правил не будет. Детеныш Духа Связующего Ветра будет отпущен, так что я могу с этим поделать, сказал Чуму. По правде говоря, наш духовный дворец не такой твердолобы и старомодный. Такие ситуации не раз происходили в прошлом, и священные стражи прекрасно понимают, как легко подчиняются детеныши питомцев дрессировщикам. Поэтому освобождение дворцом такого питомца может показаться чрезвычайно холодным отношением. Поэтому, когда возникают такие ситуации, совет священных стражей освобождает детеныша в том же месте, где он был захвачен. У молодого господина теперь звание Семеранга, поэтому у вас есть одна возможность войти в священный регион и захватить его. Если вы вернетесь в то место, где его нашли, шансы на возвращение детеныша Духа Связующего Ветра будут очень высоки, сказал глава дворца Ю. Глаза Чуму загорелись. Оказывается, в духовном дворце есть и такое правило. Если бы глава Ю не сказал об этом, ему бы и в голову такое не прошло. Независимо от того, как он выразился сейчас, оказывается, что у него действительно есть надежда получить этого детеныша Духа Связующего Ветра. Благодарю главу Ю за то, что поведал мне об этом. Обхватив кулак в вежливом жесте, произнес Чуму. Не нужно, если бы я не рассказал бы вам об этом, то те старики тайно рассказали бы своим молодым. Тем не менее, я пришел сюда, чтобы обсудить с вами другой вопрос. Наконец глава Ю добрался до главного. О, Чуму поднял брови. Глава Ю влиятельный человек в духовном дворце, поэтому вряд ли найдется что-то, о чем он не мог бы договориться. Молодой мастер Чу знает о судьбе моего сына, Юца. Подонок Юцзя был пешкой в игре других. За ним был кое-кто, кто тянул за ниточки из-за кулис. Итак, глава Ю в общих чертах рассказал Чуму о том, как некоторые используют членов молодого поколения для разжигания.